всем доброе утро прошу отметиться в чатике плюсиком если меня видно и слышно отлично ух ух как много всего так у нас с вами 1101 по москве значит у нас время начала нашего онлайн дня открытых дверей вижу у нас более 240 участников это очень замечательно давайте в таком случае потихонечку начинать сначала представлюсь меня зовут лена дмитрий алексеевич я ответственности кляпим на комиссии арта умира в рамках текущей презентации мы с вами рассмотрим вопросы поступления на программу бакалавриата программа специалитета давайте также определимся с способом взаимодействия у нас есть чат чате соответственно можно будет задавать вопросы отдельно есть вкладочка вопросы вопросах тоже можно задавать вопросы как следует из названия единственное что большая просьба не дублировать вопрос куда-нибудь в одно место только задавать иначе мы с коллегами закутаемся и потратим дальнейшем очень много времени на то чтобы несколько раз отвечать на одно и то же что касается вопросов на вопросы в любом случае мы обязательно на все ответим если это вкладка вопросы да и в принципе если это чат то мои коллеги также отслеживают все сообщения и по ходу презентации вот где они могут они сразу же текстово на вопросы отвечают что касается всех остальных случаев то я после завершения работы с презентацией в обязательном порядке отмотаю чат на самое начало и по очередь буду прочитывать все вопросы на все вопросы соответственно отвечать на текущую презентацию на с вами по программе выделен час если я не ошибаюсь соответственно в течение этого часа мы с вами общаемся после чего после чего так чтобы секундочку после чего у нас начинаются презентации от институтов что касается презентации от институтов и вопросов в сторону приемной комиссии я настоятельно рекомендую как только начнутся презентации от институтов перейти в раздел вебинаров соответствующих презентаций почему потому что пообщаться с представителями приемной комиссии у вас возможности очень много у нас огромнейшее количество и контактов для связи этой почты и телефоне и чаты да и сейчас в принципе я на вопрос на ваши буду отвечать а вот пообщаться с представителями институтов не просто с представителями а а в первую очередь с директорами институтов, которые смогут максимально полно ответить на ваши вопросы, это достаточно такая уникальная возможность. Поэтому эти трансляции я максимально призываю вас не игнорировать. Они позволят действительно вам погрузиться и чуть более полно для себя понять специфику обучения на тех или иных направлениях тех или иных институтов. Так, буквально минуточка, чтобы успели доприсоединиться все те, кто планировал присоединиться. Я параллельненько сверюсь с планом наших мероприятий. Итак, также обращаю внимание на самое первое сообщение в чате. Если кто-нибудь опоздал и это сообщение не прогружается, то я уверен, что коллеги его продублируют. Там у нас тоже текстово прописаны определенные моменты с точки зрения взаимодействия. И указано, где именно вы сможете посмотреть записи текущего вебинара и вебинаров от институтов. Но опять-таки я на всякий случай повторюсь. На вопросы я отвечу в любом случае. Ответы на вопросы вы сможете увидеть в записи в дальнейшем, а пообщаться с представителями институтов практически в реальном времени, то есть будучи на их презентации, задавая им вопросы и слушая их ответы. Это достаточно уникальная возможность. Итак, 11.05. Я уверен, что все, кто хотел, они успели присоединиться. Пять минут мы фору им дали. У нас более 380 участников. А это значит, что мы с вами потихонечку начинаем. Итак, в рамках сегодняшнего, текущего мероприятия мы рассмотрим такую коротенькую презентацию о том, как, в принципе, стать студентом в рамках нашего вуза. В первую очередь необходимо определиться с целями, чего вы хотите достичь, по какому направлению вы хотите обучаться, что вам интересно, чем вам в будущем интересно заниматься будет в жизни, какое направление как обучения, так и работы вас интересует. После этого необходимо будет изучить правила. Сразу говорю, что правила приема – это, в принципе, достаточно такой сложный документ, написанный достаточно формально, но при этом важно изучить документ, который определяет, скажем так, события в жизни, которые определяют ваши последующие 4-5 лет. Верно? После этого понять, какие олимпиады учитываются, какие не учитываются, за что вы можете получить индивидуальные достижения, какие ЕГЭ учитываются на те или иные направления, как подать заявление, имеете ли вы право на дополнительные вступительные испытания и, соответственно, принять участие в самом конкурсе на зачисление. Все эти этапы в рамках текущего мероприятия мы с вами рассмотрим. Итак, самый первый вопрос – это как выбрать программу. Обратите внимание на то, что на сайтах вузов, в первую очередь, конечно же, на нашем сайте, на сайте мира.ру, можно найти учебные планы и аннотации программы. Анотация программ – это описание, что изучается по той или иной программе, условно, как короткий пересказ. Все в рамках занятий литературы читали короткие пересказы тех или иных произведений. Вот аннотация – это короткий пересказ четырех лет обучения. Если же вы хотите чуть глубже погрузиться в изучение того или иного направления, то в таком случае следует изучить учебный план. В учебном плане прямо по годам, на все четыре года, расписаны дисциплины, которые будут изучаться по тому или иному профилю того или иного направления или специальности. Соответственно, вы изучаете, смотрите. Если возникают какие-то вопросы, то в таком случае… Прошу не баловаться с микрофонами. Так, соответственно, да, на чем я остановился. Те направления, да, которые вас интересуют. Если вдруг видите название программы, которая непонятно, что из себя представляет, опять-таки можно прийти в приемную комиссию. У нас присутствуют здесь представители от института, с ними можно пообщаться, задать вопрос, спросить, что из себя представляет тот или иной предмет в рамках того или иного направления. Помимо всего прочего, есть возможность записываться на профильные курсы в первую очередь. Это актуально для учеников текущего десятого класса и раньше, потому что мы с первого сентября запускаем отдельные курсы для учеников школ. В рамках этих курсов можно изучить определенную специфику обучения, в том числе в рамках высшего образования. Все курсы привязаны к программам и направлениям высшего образования. И, в принципе, там даются чуть ли не материалы, которые студенты изучают на втором-третьем курсе обучения. Записаться также можно на экскурсии, как в нашей лаборатории, так и на предприятия-партнеры, с которыми совместно у нас проводится обучение. Можно записаться на университетские субботы и научно-популярные лекции. Соответственно, призываю вас изучить раздел «Календаря мероприятий», где все эти мероприятия расписаны, указаны и, соответственно, поддерживают функцию регистрации. Дальше мы плавно переходим к олимпиадам. Для десятых классов это, соответственно, те олимпиады, в которых стоит принять участие. Для одиннадцатых классов, которые прямо сейчас поступают, это те мероприятия, которые стоит подать, за которые мы начисляем баллы за индивидуальные достижения. У нас все эти мероприятия и олимпиады делятся на четыре категории. Первая категория – это такие самые значимые мероприятия – Всероссийская олимпиада школьников. Всероссийская олимпиада школьников позволяет поступить без вступительных испытаний. Такое право, такое преимущество дается победителям и призерам заключительного этапа в том случае, если профиль олимпиады соответствует направлению подготовки и специальности, и, соответственно, если победа или призерство получено не более четырех лет назад. Следующий уровень – это олимпиады, входящие в перечень Министерства образования и науки Российской Федерации. Они позволяют поступить либо без вступительных испытаний, или дают 100 баллов по предмету. 100 баллов по предмету они дают, если по этому предмету ЕГЭ набрано не менее 75 баллов. Что касается поступления без вступительных испытаний, то логика такая же. Нужно, чтобы не больше четырех лет было вашему призерству, и, соответственно, нужно быть победителем или призером заключительного этапа. Также можно получить баллы за индивидуальные достижения в случае, если вы не используете предыдущие варианты преимуществ. Олимпиады, входящие в перечень Минобранауки – это такой общедоступный, общеизвестный список. Отдельно есть олимпиады и мероприятия из перечня правил приема РТУ МРА. Это те мероприятия, за которые непосредственно наш ВУЗ начисляет баллы за индивидуальные достижения. Этих мероприятий много. Отдельно списочек можно изучить, в том числе по ссылочке снизу справа на нашем слайдике. Это прием.мира.ру. И последняя категория – это прочие олимпиады. Если олимпиады не входят в три предыдущие категории, это не значит, что эти олимпиады стоит игнорировать. Каждая олимпиада дает вам неоценимый опыт. Каждая олимпиада позволяет вам изучить ту предметную область, в рамках которой вы участвуете в данной олимпиаде. Каждая олимпиада позволяет вам раскрыть свой потенциал, пополнить свое личное портфолио новыми достижениями, скажем так, испытать себя, насколько вы готовы и какими навыками вы обладаете в рамках интересующей вас предметной области. Поэтому игнорировать ни в коем случае не стоит олимпиады и мероприятия, которые в три предыдущих перечня не входят. Что касается олимпиад РТУ мира, это те мероприятия, олимпиады, которые либо проводятся нашим вузом, либо наш вуз является соорганизатором. Соответственно, это те мероприятия, за которые мы отдаем баллы за индивидуальные достижения. На экране у себя сейчас вы видите перечень этих мероприятий. Эти мероприятия покрывают чуть ли не все профили, которые могут только интересовать наших потенциальных абитуриентов. Это многопрофильная олимпиада РТУ мира, соответственно, математика, информатика, физика и химия. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» покрывает такие направления, как естественная наука, общество знания, техника и технологии. Московская олимпиада школьников, информатика, химия и предпрофессиональная олимпиада. Национальная технологическая олимпиада НТО, открытая межмузовская математическая олимпиада и открытая химическая олимпиада. Несколько раз я уже говорил индивидуальные достижения, индивидуальные достижения то, индивидуальные достижения это. Что это вообще такое? Индивидуальные достижения, а именно баллы за индивидуальные достижения, это баллы, которые присоединяются, прибавляются к вашим результатам вступительных испытаний. Сумма максимальной баллов за ЕГЭ может быть не более 10, и эти баллы повышают ваш суммарный конкурсный балл, по результатам которого вы участвуете как раз таки в конкурсе. Говоря простым языком, если вы набрали, ну давайте округляя 300 баллов за ЕГЭ, вы можете также подтвердить свои индивидуальные достижения дополнительными документами, сертификатами, дипломами и так далее, получить максимум за них 10 баллов. И ваш конкурсный балл составит суммарно 310 баллов. И вот с этим количеством баллов, а именно 310, вы будете участвовать в конкурсе. Соответственно, вы будете, скажем так, конкурировать с другими абитуриентами, имея уже не 300 баллов за ЕГЭ, а 310 баллов. Ну очевидно, что такая логика распространяется не только на тех, кто набрал 300 баллов за ЕГЭ, а и 290, 280 и так далее, все баллы соответственно. Для того, чтобы подтвердить свои права на эти дополнительные баллы, во-первых, необходимо ознакомиться со списком, за который мы эти баллы начисляем, а именно правила приема по QR-кодику можно отсканировать и изучить перечень. Также нужно подтвердить свое право на получение этих баллов, а именно загрузить свои всевозможные сертификаты, как я уже говорил, дипломы, всевозможные документы, подтверждающие ваши победные призовые места. Но здесь стоит на самом-то деле договориться, стоит отдельно пояснить следующий момент. Нет смысла прикреплять олимпиады, которые не входят в перечень наших правил приема. Если вы прикрепите русского медвежонка, британского бульдога, кенгуру и всевозможные олимпиады из начальной школы, мы, конечно, за вас порадуемся, но баллов за них мы начислить вам не сможем. Почему? Потому что перечень мероприятий, за которые мы начисляем баллы за индивидуальные достижения, четко обозначен в правилах приема. Поэтому всегда лучше отсканировать QR-кодик, открыть правила приема, сохранить у себя их в закладочках и в случае чего обращаться к приложению номер 5 и сверяться со списком, что мы принимаем и какое количество баллов за это вы можете получить. Соответственно, отвечая на вопрос, что мы принимаем, можно познакомиться с текущим слайдом. В чатике скользь видел вопрос о ГТО, соответственно, второй пункт – это знак ГТО соответствующей возрастной категории, то есть сразу же вот ответ видите по ходу дела. Аттестат или диплом среднего профессионального образования с отличием, знак ГТО, волонтерская деятельность, всевозможные победительства и призерства, всевозможные победы в олимпиадах, всероссийский конкурс «Большая перемена», огромнейшее количество чемпионатов, те же самые WorldSkills, преподной конкурс для школьников «Золотая дюжина», «Кибербиатлон» и так далее. Мероприятий очень много, поэтому, пожалуйста, изучайте, сравнивайте свои достижения. Но если вдруг прям совсем будет сложно, то в таком случае в конце я покажу контакты приемной комиссии, куда вы сможете обратиться со своими вопросами. Сможете ли вы учесть те или иные индивидуальные достижения или нет. Потихонечку двигаемся дальше. Какие нужны ЕГЭ? Тут я отдельно должен, скажем так, разделить свой ответ на две части. Первая часть будет адресована 10 классом, вторая часть 11 классом. В любом ВУЗе устанавливается не менее трех вступительных испытаний на каждое направление. Соответственно, прием осуществляется по трем результатам ЕГЭ. Периодически вы можете встретить направления, где какие-то вступительные испытания, какие-то ЕГЭ стоят в паре. Например, информатика и физика. Или химия и биология. Это значит, что вы можете сдать два ЕГЭ, и химию, и биологию, и учесть тот результат, который будет выше. Отдельно мы с вами в дальнейшем такие примеры рассмотрим. Это значит, что, грубо говоря, чем больше ЕГЭ вы выберете для сдачи, тем больше шансов и возможностей у вас будет поступить. Но, опять-таки, как я уже говорил, этот совет больше актуален для тех, кто обучается в 10 классе. Что касается тех, кто обучается в 11 классе, то, пожалуйста, также имейте в виду, что если у вас сданы различные вступительные испытания, то есть смысл посмотреть, на какие направления со своими вступительными испытаниями вы можете пройти и, соответственно, вы можете подать документы в принципе. В первую очередь стоит обратить внимание на минимальные баллы. По каждому вступительному испытанию, по каждому ЕГЭ установлен минимальный балл, который в любом случае необходимо пройти. К сожалению своему, я ежедневно общаюсь с огромным количеством абитуриентов, которые приходят и жалуются, что они не набрали минимальный балл, не преодолели вот этот порог по той или иной дисциплине, по тому или иному вступительному испытанию. К сожалению, тех, кто не набирает минимальный балл, мы не имеем права принимать в принципе. Даже заявление на прием мы принять у абитуриента не сможем. Давайте вот в качестве примера рассмотрим русский язык. Русский язык не менее 40 баллов. Что это значит? Это значит, что если вы набрали по русскому языку, ну не говорю, что вы конкретно, не хочу ни в коем случае никого задеть или обидеть, но если вот абстрактный абитуриент набрал по русскому языку 39 баллов, то он не сможет подать документы в РТУ мира. Почему? Потому что русский язык у нас обязательное вступительное испытание по всем нашим направлениям. Соответственно, даже на платное, даже если абитуриент будет умолять, просить, предлагать двойную, тройную, десятикратную оплату обучения, мы все равно не сможем принять. Поэтому, опять-таки, десятиклассники, ориентируйтесь на минимальные баллы. Это тот порог, который вы обязаны преодолеть. Я сейчас не говорю о том, что вы, скажем так, должны на 100 баллов целиться, но вот при этом держим в голове вот эти минимальные баллы. Тем, кто в одиннадцатом классе, кто сейчас поступает, также, если у вас какие-то баллы пограничные, то имейте в виду то, что если по какой-то причине вы не набрали этот минимальный порог, то в таком случае документы подать, к сожалению, нашему и вашему не выйдет. Дальше мы с вами на нескольких слайдах рассмотрим примеры направлений, а даже не примеры направлений, а перечни направлений, на которые можно поступать с различными вариантами комплектов ЕГЭ. На данном слайде мы с вами видим набор математика, информатика и русский язык. Обратите внимание, указан полный перечень направлений, на которые вы можете с этим комплектом вступительных испытаний подать документы. Опять-таки, при условии, что вы переодолели порог в минимальный балл. Тут, на самом-то деле, есть смысл обратить внимание на определенные направления. Ну вот, грубо говоря, 090302, информационные системы и технологии. Так, давайте я включу указочку. Вот, 090302, вот такой шифр у нас есть, вот такое направление, информационные системы и технологии. Давайте перейдем с вами на следующий слайд. Здесь у нас уже математика, физика, русский язык, то есть вместо информатики у нас физика. Смотрим на направление 090302, информационные системы и технологии. Одно и то же направление у нас с вами присутствует и в комплекте с информатикой, и в комплекте с физикой. Что это значит? Это значит, что можно поступить как с результатами по информатике, так и с результатами по физике. Для обучающихся в 10 классе, кто сейчас переходит в 11, имейте в виду то, что если вы будете сдавать и информатику, и физику, вы повысите свои шансы на поступление. Потому что тот результат, который будет у вас выше, вы сможете подать на это направление. Для тех же, кто считает, что не может подать документы на это направление, потому что, например, не сдал информатику, посмотрите, может быть, у вас есть результаты с физикой. Вы как раз таки сможете подать в итоге документы на интересующее вас направление, потому что в рамках этого направления принимаются различные виды вступительных испытаний. Смотрим дальше. Информатика, физика, русский язык, направление физика. Есть у нас также наборы математика, химия, русский язык, химия, биология, русский язык, математика, биология, русский язык. Опять-таки различные направления вы видите. Что касается русского языка, я уже говорил, я думаю, вы видите это по слайду, то, что у нас обязателен русский язык, он у нас присутствует во всех направлениях. Что касается математики, то обращаю ваше внимание на то, что математика везде профильная. Это очень важно. Соответственно, в первую очередь, опять-таки важно для тех, кто сейчас в 10 классе, кто рассматривает поступление на следующий год, вы должны сдавать профильную математику. Вы сами видите по слайдам, то, что у нас профильная математика, математика в принципе, указана практически везде. Если вы не будете сдавать профильную математику, вы очень сильно ограничите себя в возможных вариантах для подачи документов. Соответственно, на текущем слайде мы с вами видим математику, русский язык, историю, английский и общество знания как третий предмет. Тоже можно изучить все возможные варианты. Не буду сильно долго останавливаться на каждом слайде. Все это можно будет в дальнейшем посмотреть в записи, а там можно будет щелкнуть на паузу и изучить каждый слайд в отдельности. Поэтому потихонечку двигаемся дальше. Дальше. Информатика, история, русский язык, английский язык, история, русский язык, общество знания, английский язык, русский язык и общество знания, история, русский язык. То есть у нас достаточно такой богатый набор различных видов вступительных испытаний. И такой уже предпоследний слайд. Информатика, география, русский язык и математика. География, русский язык на направление картографии, геоинформатика. И последний слайд с наборами вступительных испытаний. Обратите внимание, здесь у нас ДВИ творческой направленности. ДВИ это дополнительное вступительное испытание. Обратите внимание на следующее. То, что вот направление дизайн, оно может быть таким направлением-палочкой-выручалочкой для тех, кто не сдавал ЕГЭ по профильной математике. Здесь у нас русский язык, общество знания и ДВИ творческой направленности. Русский английский ДВИ творческой направленности и русский история ДВИ творческой направленности. ДВИ творческой направленности это когда вы приезжаете непосредственно на площадку нашего вуза и пишете письменное вступительное испытание. Ну, даже, нет, наверное, правильно сказать пишете, потому что вам необходимо будет написать какую-то картину. Ну, картина может быть громко сказана, но какую-то вот художественную работу необходимо будет воспроизвести. Вы получите определенные темы, на эту тему нужно будет какое-то творчество изобразить. Это творчество будет оценено, вы получите результат по 100-бальной шкале и, соответственно, у вас будет три вида вступительных испытаний, по которым вы как раз-таки по 300-бальной шкале сможете принять участие в конкурсе. Поэтому, да, вот направление дизайн, палочка-вручалочка для тех, кто не сдавал профильную математику в виде ЕГЭ. Соответственно, все эти направления в любой момент вы можете изучить в нашем гиде по специальностям, можно по ссылочке прием.мира.ру.гид, можно по QR-коду отсканировать и изучить. Соответственно, там вы можете выбрать либо по месту обучения, либо по институту, либо по уровню образования, либо по тем вступительным испытаниям, которые вы сдавали. Все это удобно для себя отсортировать, посмотреть проходные баллы, посмотреть стоимость обучения, посмотреть описание программ, виды профилей. И все это в рамках одной страницы. Старались для вас собрать все в одном месте. Поэтому пользуйтесь, очень надеюсь, что вам будет удобно. Следующий момент. У нас реализуется определенное количество видов программ поддержки талантливых абитуриентов. Что это значит? Это значит, что мы всячески стараемся поддерживать абитуриентов. И, ну, как бы это, может быть, странно не звучало, но стимулирует их подавать документы непосредственно в наш ВУЗ. А именно, предоставляя приятные и удобные условия, в том числе и обучение. В первую очередь, это специальная стипендиальная программа для студентов-высокобальников и студентов-победителей и призеров всевозможных олимпиад и конкурсов. У нас на сайте отдельно в разделе «Университете» есть вкладочка «Стипендиальная программа». Соответственно, заходите, изучайте, смотрите, соответствуете ли вы тем или иным категориям. Также есть гранты на обучение. Отдельная очень интересная система для тех, кто набирает определенное количество баллов, но, к своему сожалению, не попадает на бюджетное место. В таком случае можно написать заявление на грант, получить этот грант от ВУЗа и потратить этот грант на оплату стоимости обучения за первый год. Зачем это нужно? Ну, казалось бы, вы вроде как поступаете на платное, получаете деньги от ВУЗа и этими деньгами оплачиваете обучение. Странная система, да? Но это нужно в первую очередь для тех, кто вот прям отличник, молодец, учится прям замечательно, но, к сожалению, не повезло на ЕГЭ. Если вы не заболел, плохо себя чувствовал, там произошли какие-то, может быть, в личной жизни неприятности, соответственно, результаты не соответствуют вашим ожиданиям. Из-за этих результатов вы не смогли пройти на бюджет, но при этом вы четко знаете то, что вы бюджетного места достоин. В таком случае у вас там баллов достаточно, ну, например, достаточно для оформления гранта. Вы получаете этот грант, этим грантом оплачиваете первый год обучения. Грант покрывает, если я верно помню, до 90% стоимости обучения. Стоит смотреть по стоимости направления, на которое вы рассматриваете поступление, и, соответственно, грант, который вы можете получить в зависимости от ваших баллов. И дальше, во время обучения, вы пытаетесь перевестись на бюджет. Как это происходит? Уже после первого семестра можно подавать заявление на перевод на бюджет. В первую очередь, наверное, больше всего шансов после первого курса на бюджет переводиться. Почему? Потому что именно после первых двух сессий, это, соответственно, после весенней сессии, после первого года обучения, частенько освобождаются бюджетные места. Почему? Потому что либо кто-то переводится в другой вуз или на другое направление, забирает документы из вуза, в принципе, уходит. Если бюджетные места, отчисляется за неуспеваемость, причины могут быть разные, но может освободиться бюджетное место. Если бюджетное место освобождается, на это бюджетное место могут претендовать несколько категорий граждан. Первая категория – это поступающие, точнее, пытающиеся перевестись из другого вуза. Вторая категория – это пытающиеся перевестись внутри нашего вуза с другого направления. И третья категория – это те, кто хочет перевестись с платного на бюджет в рамках одного направления. И, соответственно, чем лучше вы учитесь, если у вас все две предыдущие сессии на одни пятерки закрыты, то у вас очень высокие шансы для того, чтобы перевестись на бюджет и дальше уже обучаться бесплатно. И таким образом вот этот грант на обучение, он сохраняет для вас практически бюджетное обучение, бюджетную форму обучения прямо с первого курса, даже несмотря на то, что изначально вы на бюджетное место не прошли. Рассматриваем следующую ситуацию. Если вдруг вам не хватило баллов на оформление гранта или же вы сразу рассматриваете платное обучение, в том числе с возможностью перспективы перевода на бюджет, есть возможность получения специальной скидки. На платное обучение у нас есть определенная скидочная программа, есть возможность получить скидку как в 10, так и в 20%. Отдельно рассмотрим этот момент. Соответственно, скидка оформляется на весь период обучения, на все 4 года. Очень удобный момент для тех, кто идет на платное. То есть сразу подаете документы, получаете скидку. Я считаю, что вообще замечательно. Отдельно рассмотрим этот момент, сейчас не буду поэтому заострять на этом внимание. Группы элитной подготовки. Я думаю, про группы элитной подготовки лучше всего вам расскажут именно представители институтов, потому что в рамках каждого института группы элитной подготовки занимаются чем-то своим. Но в первую очередь это дополнительные курсы, дополнительные возможности повысить свои компетенции, повысить свою квалификацию, расширить свои познания в рамках интересующей вас предметной области. Возможно даже получить сертификат, подтверждающий то, что вы достигли каких-то определенных высот. Но в принципе вот я на самом-то деле был таким, такой подсадной уткой на одном из курсов для группы элитной подготовки. Занимался, ходил на протяжении месяца, смотрел, как проходит обучение. Обучение вела одна из компаний, не буду называть ни область деятельности, ни название компании, чтобы ни в коем случае это не было какой-то рекламой. Но могу сказать следующее. Во-первых, обучение вели представители компании, люди, которые занимаются прямо на передовой тем, что вы изучаете в ВУЗе. Это первый момент. Второй момент. Они давали на обучении реальные кейсы. То есть именно то, что потребуется вам в будущем, именно уже на рабочем месте. И вы сразу же прямо в ВУЗе сможете эти кейсы изучить и подготовиться. Соответственно, очень замечательный буст для тех, кто хочет изучить интересующую область. И третье, это после завершения этого курса выдавались сертификаты от этой компании, подтверждающие завершение этого курса и дающие определенные преимущества в дальнейшем, в том числе, если вы захотите в эту компанию поступать на работу. То есть прямо трех зайцев одним камнем. Замечательный подход. Группа элитной подготовки – это прямо то, что готов всем рекомендовать. И третье, это целевое обучение в интересах РТУМИРА. Замечательная возможность подать документы на целевое. Есть у вас прямо сейчас. Если вы зайдете на сайт приемной комиссии, зайдете во вкладочку «Об университете» и перейдете в раздел «Целевое обучение в интересах РТУМИРА». Там будет кнопочка «Подать заявку». Заявки можно подавать до 10-го числа. Соответственно, вот вовремя вы сейчас об этом узнали, если не слышали об этом ранее. Отдельно о целевом обучении мы с вами поговорим. Но для начала стоит, в принципе, обсудить, что из себя представляет целевое обучение. Потому что целевое обучение возможно не только в интересах нашего УЗА, а в интересах, в принципе, чуть ли не любого предприятия. Целевое обучение – это прием на бюджетные места поступающих, заключивших договор с направляющей организацией. То есть, грубо говоря, организация хочет себе сотрудника в будущем, через 4 или 5 лет. Она сейчас заключает договор с абитуриентом, предполагает, что абитуриент отучится на том направлении, которое интересует эту организацию, выпустится и в будущем будет в этой организации работать. Соответственно, для абитуриента – это возможность пройти на бюджетное место, это возможность трудоустроиться после завершения обучения сразу же, и это возможность получать дополнительные программы поддержки от направляющей организации, это возможность проходить практику в этой организации, на этом предприятии в период обучения. То есть, возможностей очень много. Но давайте я сразу, чтобы все было максимально честно, прозрачно, накину такую ложку дегтя в бочку меда. Целевое обучение давно перестало быть такой палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет просто пройти на бюджетное место. То есть, так вот, просочиться между всеми остальными абитуриентами, занять свое бюджетное место и спокойненько учиться, а потом на все забить и уйти куда-нибудь в другое место. Так это уже не работает. Если вы подписываете договор о целевом обучении, это значит, что вы обязуетесь, во-первых, закончить обучение по тому направлению, на которое вы подаете документы, во-вторых, в дальнейшем трудоустроиться и работать на том предприятии, с которым вы заключили целевой договор. Если вдруг абитуриент нарушает целевой договор, отчисляется, переводится, нетрудоустраивается, избегает контакта с предприятием и тому подобное, то в таком случае он обязан будет оплатить определенную неустойку вузу. Эта неустойка будет равняться стоимости обучения с момента начала обучения до момента, скажем так, нарушения договора. Либо это вы отчислились после первого-второго курса, значит, за два года, там один-два года, либо вы после завершения обучения отказались от трудоустройства на предприятии, прям, нет, не хочу, не буду, отстаньте от меня. В таком случае за четыре года. То есть тут честно сразу вам говорю, чтобы не было каких-то неправильных восприятий целевого обучения в целом. Целевое обучение – это определенная ответственность. Вы сохраняете за собой, столбите за собой на 4-5 лет рабочее место на предприятии. Предприятие ждет через 4 или 5 лет себе сотрудника, потому что вы придете и будете работать на этом предприятии. А вы в последний момент говорите «нет, не хочу». Это, соответственно, определенный некрасивый ход с вашей стороны будет. Поэтому имейте в виду то, что решение касательно целевого обучения должно быть взвешено. Переходим дальше. Целевое обучение в интересах РТУ мира. Если вдруг вас пугают предприятия, какие-то сторонние отдельные предприятия, там, госкорпорации и прочее, 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 вы всегда можете заключить договор о целевом обучении в интересах нашего ВУЗа. Что это значит? Это значит, что после завершения обучения вы сможете, точнее, ну, должны будете отработать непосредственно в нашем ВУЗе. В первую очередь трудоустройство будет осуществляться в подразделении ВУЗа. Здесь стоит иметь в виду следующие моменты. Вы будете работать там же, где и учились. То есть все знакомо, все привычно. Грубо говоря, помещения те же преподаватели, которые для вас раньше были преподаватели, теперь будут вашими коллегами. Замечательный подход, такой рост сразу же. Это очень интересно смотреть на целевиков, которые после завершения обучения дальше трудоустраиваются на кафедры, там, становятся ассистентами преподавателей, там, начинают вести какие-то, может быть, там, практические работы или помогать преподавателям в проведении занятий. Очень забавно смотреть на то, как они начинают адаптироваться к своей новой роли в рамках ВУЗа. Соответственно, количество мест в целевом обучении в интервью скрытую мира ограничено. Отбор у нас, по сути, уже сейчас идет до 10 числа. Вы подаете заявку. До 15 будут собеседования проводиться. После проведения собеседований вы узнаете, одобрили вашу кандидатуру или нет. В дальнейшем будет уже формироваться с вами трудовой договор. Вот увидел сходу вопрос, да, действительно, отвечаю. Что касается заработной платы. Тут на самом-то деле система максимально прозрачная. Вы можете в любом поисковике ввести РТУ мира зарплату, РТУ мира заработная плата, РТУ мира еще что-нибудь, зарплата преподавателя. И попадете на страницу гарантированных выплат профессорско-преподавательскому составу. Там вы увидите то, что минимальный оклад ассистента-преподавателя на единицу ставки, но это полная ставка. Не когда вы там на чуть-чуть, на несколько дней трудоустраиваетесь в неделю, а полноценная рабочая неделя составляет, если я не ошибаюсь, 85 тысяч в месяц. Это без всевозможных надбавок. В том числе надбавка молодому специалисту есть и так далее. Соответственно, это вот та ступенька, с которой вы можете начать. И в дальнейшем вы можете расти, расти, расти. Сначала ассистент-преподаватель, потом старший преподаватель, потом доцент. И на каждом этапе заработная плата будет все расти и расти. Если вы еще в дальнейшем какую-то административную должность займете в ВУЗе, это еще там набавки. То есть есть куда расти, есть куда развиваться. И в принципе этот трек более чем интересный. То есть если кто-то заинтересован в этом направлении, максимально рекомендую. То есть замечательная возможность развить свои компетенции. Так, двигаемся потихонечку дальше. Программы доузовской подготовки. Но опять-таки в первую очередь интересны обучающимся в 10-х классах. На текущий момент возможно даже в 9-10 классах. У нас есть отдельный институт доузовской подготовки, который занимается подготовкой к вступительным испытаниям, к ЕГЭ, к ОГЭ. Можно записаться в группы, такие большие потоковые. Можно записаться в группы с малой численностью. Можно подготовиться к ЕГЭ, будучи в 11-м классе. Подготовиться к творческому вступительному испытанию. В будущем даже подготовиться к вступительным испытаниям по магистратуре. Вся информация по QR-кодику доступна. Тоже сканируйте и изучайте. Или в адресной стаке пишите davus.mira.ru. Двигаемся дальше. Я вот говорил вам про скидки. Соответственно, сейчас мы изучим их поподробнее. Стоимость обучения. Вы всегда сможете актуально посмотреть в гиде по направлениям. Раньше я показывал QR-кодик. Но опять-таки можно в поисковике ввести РТУ Мира, гид по специальностям. Или зайти на сайт прием.mira.ru и увидеть прямо на главной странице большую кнопку гид по специальностям. Зайти, выбрать интересующее направление, посмотреть стоимость обучения. И посмотреть, какая для вас будет стоимость с той или иной скидкой. Соответственно, у нас есть два вида скидок. Это стандартная скидка и специальная скидка. Что касается специальной скидки, то вы видите категории прямо сейчас на экране. Прошу прощения, в терминологии чуть запутался. Базовая и специальная. Базовая у нас 10%, специальная 20%. Специальная скидка доступна у нас для абитуриентов, набравших пороговую сумму баллов. Тоже смотрите по этим баллам. Для выпускников колледжа программирования и кибербезопасности РТУ Мира. Для выпускников базовых школ РТУ Мира. Для выпускников института довузовской подготовки РТУ Мира. Это как раз предыдущий слайд, который мы смотрели. И для выпускников детского технопарка Альтаир. Помню, был такой вопрос в чате, краем глаза его увидел. Соответственно, вы можете получить скидку 20%. Обратите внимание, для того, чтобы получить эту скидку, вы должны предоставить оригинал документа об образовании до 3 августа. Это важное условие для получения скидки. Предоставление подлинника. Отдельно стоит сказать, что обучение на договорной основе и даже подача документов на договорную основу, и даже заключение договора и зачисление на платные места ни в коем образе не мешает вам продолжать принимать участие в конкурсе на бюджет. Как это происходит? Вы подаете документы на бюджет, после этого приходите, подаете документы на платные, заключаете договор, зачисляетесь на платные. То есть, грубо говоря, все. Платное место за вами. Наступает 1 сентября, спокойно по этому направлению подготовки можете сразу же обучаться. Но если вдруг вы, уже будучи зачисленным на платные, проходите на бюджет, и вы узнаете об этом 5 августа, у нас 5 августа зачисление на бюджет будет, то вы спокойно приходите в приемную комиссию, расторгаете договор об оказании платных образовательных услуг, получаете обратную оплату и обучаетесь на бюджете. Я даже больше скажу, у нас есть ежегодно случаи, когда абитуриенты продолжают обучаться и на бюджете, и на платном, параллельно, получая двойное высшее образование сразу же. Также бывают редкие случаи, когда обучающиеся на втором курсе на бюджете приходят подавать документы на второе высшее, на платное, и тоже точно так же они параллельно получаются, два образования получают. Тоже, в принципе, если потянете, то почему бы и нет. Но главная мысль следующая. Заключение договора о платных образовательных услугах и даже зачисление на платное никоим образом не связано с зачислением на бюджет. Это вот две параллельные дорожки. Так, двигаемся дальше. Не переключайте слайд. Какие нужны документы для подачи заявления? Ну, в первую очередь, это заявление о приеме на обучение, заполняется в приемной комиссии. Это документ, удостоверяющий вашу личность и гражданство, соответственно, паспорт. Документ об образовании, ваш аттестат или диплом, СНИЛС при наличии. Тут опять-таки маленький спойлер. У граждан РФ СНИЛС практически 100% есть. И медицинская справка по форме 086У для поступающих по специальности 11.05.01. Касательно медицинской справки, давайте отдельно скажу. Если вы поступаете на 11.05.01, справка обязательно нужна для поступления. Если же вы поступаете на любое другое направление, то справка в дальнейшем потребуется для обучения, для доступа к занятиям по физкультуре или, например, для заселения в общежитие. Поэтому есть смысл заранее озаботиться тем, чтобы эту справку подготовить. Но непосредственно для поступления нужна эта справка только в рамках одного направления. Дополнительно вы можете предоставить свидетельство о признании иностранного документа. Требуется оно, если вы предоставляете документы, обязательные документы на иностранном языке. Документы, подтверждающие особые права и льготы, если вы претендуете на льготные места. Это дипломы всевозможные, в той же самости Российской олимпиады школьников, всевозможные другие олимпиады. Документы, подтверждающие ваши индивидуальные достижения, если вы поступаете во внутреннем вступительном испытании, соответственно, фотографии ваши. Договор о целевом обучении, если вы поступаете на целевые места. И любые иные документы, если вы хотите их нам показать. Вот, собственно, и все. Перечень основных и дополнительных документов мы с вами изучили. Когда подать документы и как подать? Ну, сначала ответим на вопрос, как подать документы вы можете четырьмя, скажем так, равнозначными способами. Это лично по адресу проспекта Вернадского, 86, строение 2, или же в филиалах. Это онлайн через личный кабинет абитуриента, РТУ МРА, через операторов почтовой связи и онлайн через единый портал государственных услуг. Обратите внимание, что если вы подаете документы одним из этих способов, то другим способом дублировать документы не нужно. Если вы подаете документы лично, не нужно дублировать заявление, допустим, в ЕПГУ. Если вы подаете документы в ЕПГУ, нет смысла уже приезжать лично. Вы выбираете для себя удобный способ и этого способа придерживаетесь. В принципе, какие особенности есть у каждого из способов. Если вы подаете документы лично, вы приезжаете по адресу, общаетесь лично с представителями приемной компании, с представителями институтов, советуетесь и формируете пакет документов, прямо не отходя от кассы. Если же вы подаете онлайн через личный кабинет абитуриента, то оригинал в любом случае нужно будет предоставить в будущем. Если вы подаете документы онлайн через единый портал государственных услуг, да, вы можете это делать дистанционно, но в таком случае вы лишаетесь, скажем так, прямого контакта с приемной комиссией. Если вы подаете документы через оператор почтовой связи, то вы должны быть уверены в том, что мы вовремя получим документы, а именно до срока окончания приема документов. И тут, скажем так, это уже под вашу ответственность. Если мы получим от вас документ, ну, допустим, в сентябре, а вы отправили документ месяц назад, то, ну, кто же виноват? Мы, к сожалению, такие документы принять не сможем. Поэтому давайте с вами обратим внимание на сроки приема документов. Начало приема у нас было 20 июня, как на бюджет, так и на платное. Окончание приема для сдающих экзамены внутренней вступительной – 10 июля, на платное обучение – 12 августа. Окончание приема для сдающих дополнительные вступительные испытания творческой направленности – 20 июля на бюджетные места, и 19 августа – на платной основе. Окончание приема для поступающих по ЕГЭ – 25 июля на бюджет, и 20 августа, если мы рассматриваем платное обучение. Поэтому обратите внимание, что прием заявлений у нас до 25 августа, если вы поступаете по ЕГЭ. После 25 июля, если вы поступаете на бюджет по ЕГЭ, после 25 июля вы уже подать документы, заявления не сможете. Только принести оригиналы. Что такое вступительные испытания и кто их сдает? Мы с вами до этого видели различные даты для отдельных категорий. Кто может сдавать внутренние вступительные испытания, кто-то может сдавать ДВИ творческой направленности. Изучаем этот момент. Сдавать вступительные испытания в форме экзамена университета имеют право инвалиды, в том числе дети-инвалиды, иностранные граждане, поступающие на базе стремного профессионального образования на определенный перечень направлений и поступающие в пределах отдельной квоты. Также по тем предметам, которые не сдавались ЕГЭ в текущем году, лица, которые получили документ о среднем общем образовании в иностранных организациях. Дополнительное вступительное испытание творческой направленности сдается в обязательном порядке, если подаются документы на это направление. Дальше смотрим, скажем так, способ анализа конкурсной ситуации. Достаточно ли быть первым в списке, чтобы поступить? Сразу видим, большим жирным текстом красного цвета написано «нет». Для того, чтобы пройти по конкурсному отбору, во-первых, необходимо предоставить оригинал аттестата или диплома на бюджетные места, если же на платные, то заключить договор об оказании платных образовательных услуг. Сроки зачисления на бюджет рассматриваем. 27 июля публикуются конкурсные списки. То есть давайте вспоминаем хронологию. До 25 июля мы принимаем заявление. 27 публикуются конкурсные списки. 28 числа – последний день приема документов, оригиналов на приоритетное зачисление. 29 июля – издание приказов о зачислении на приоритетном этапе зачисления. 3 августа в 12.00 – завершение приема оригиналов на основные места. 5 августа – зачисление на основные места. То есть вот такая вот у нас хронология получается. Обратите внимание, волна одна. То есть у многих в голове сохранилась информация о том, что может быть несколько волн. Нет, волна одна. Но есть два этапа. Первый этап – приоритетный. Второй этап – основной. Приоритетный этап – это квоты. Особая, отдельная, целевая. И те, кто по результатам Олимпиад поступают в БВИ. И вторая волна – это основные места. Это большая часть бюджетных мест. Соответственно, две даты зачисления. Это 29 июля и 5 августа. Соответственно, две даты завершения приема оригиналов. Это 28 июля и 3 августа. Пожалуйста, не запутайтесь. В случае чего у нас на сайте приемной комиссии прием.мира.ру отдельно опубликованы календари с датами, в течение которых, точнее, с которыми вы можете в любом момент свериться и посмотреть, когда, какие документы вы должны предоставить. Двигаемся дальше. Дальше у нас в этом году, я думаю, все уже знают, система зачисления по приоритетам. Приоритеты выделяются следующим образом. В рамках каждого направления вы можете подать документы на целевые места или на иные места. Целевые места, соответственно, целевая квота, иные места – это БВИ, отдельная квота, особая квота и общий конкурс. Как происходит зачисление по приоритетам? Вы можете подать документы на 5 направлений. Это 5 различных шифров. Смотрим. То есть тут никакой магии, исключительно математика. Мы видим 7 приоритетов, верно? От 1 до 7. А направлений может быть 5. Как такая магия произошла? У нас 10.0501 – компьютерная безопасность, целевые места. 10.0501 – приоритетных мест. Это отдельная квота, особая квота, основные места и так далее. Это все одно направление. 0.9.0301 – приоритетных мест. Это отдельная квота, особая квота, основные места. Вы здесь еще раз встречаете. 0.9.0301 – приоритетных мест. Отдельная квота, особая квота, основные места. Два направления. 0.9.0302 – приоритетных мест в одном институте. В институте радиоэлектроники и информатики. 0.9.0302 – во втором институте. В институте перспективных технологий и индустриального программирования. Это наше третье направление. И четвертое направление это 030302 физика. Соответственно, обратите внимание, что несмотря на то, что у нас 7 приоритетов, у нас с вами выбрано 4 направления подготовки и специальности. Значит, мы сможем выбрать и подать документы еще на пятое направление. Как происходит зачисление, точнее порядок? На приоритетном этапе идет зачисление на целевые места, на БВИ, на отдельную квоту и на особую квоту. На основном этапе зачисления идет зачисление на места в рамках общего конкурса, на основные места. То есть ваше заявление будет рассматриваться следующим образом. На приоритетном этапе не будут рассматриваться основные места, будут рассматриваться только ваши направления, выбранные в рамках квот, если вы на эти квоты имеете право подавать документы. На основном этапе, наоборот, квоты уже не рассматриваются, рассматриваются только основные места, вне зависимости от того, есть ли перед ними какие-то квоты или же нет. Соответственно, последовательность в любом случае, что в первом, что во втором, что на приоритетном этапе, что на основном этапе определяется непосредственно вами. Вы один раз проставляете приоритеты и дальше эти приоритеты рассматриваются сначала на основном, сначала на приоритетном этапе, потом на основном этапе. Если мы рассматриваем платное обучение, в платном обучении в принципе в рамках порядка приема также предусмотрена система приоритетов, но в рамках поступления в РТУ МИРА у нас в любом случае будет зачисление по первому приоритету. Почему? Потому что конкурса на платные места у нас нет. Несмотря на то, что на сайте приемной комиссии у нас указано ограничение платных мест, то есть указано определенное количество платных мест по каждому направлению, это лишь ориентировочный план набора на следующий год. Если к нам придет больше платников, мы возьмем больше платников, наши площади, наши вузы позволяют нам это сделать, и мы спокойно можем эти числа превысить. Поэтому зачисляем в любом случае по первому приоритету, указывать более одного приоритета в заявлении непосредственно в наш вуз нет никакого смысла, и соответственно вы спокойно можете заключить один договор и зачислиться на платное. Отдельно обратите внимание на то, что вы подаете документы на платное, на те же направления, на которые вы подавали документы на бюджет. То есть, как я уже говорил, пять направлений вы можете выбрать. Это эти пять направлений и на бюджет, и на платное у нас. Это вот единственный момент, на который стоит обратить внимание. Следующий момент. Подали документы, прошли конкурсный отбор, зачислились. А что делать дальше, где отслеживать информацию? На сайте прием.мира.ру будет информация о зачисленных. Вы себя сможете распознать по номеру СНИЛС, или если у вас вдруг нет СНИЛСа, по уникальному номеру, присвоенному приемной комиссии, распознать себя в списках зачисленных, после чего изучить информацию для зачисленных. Там будут контакты учебных отделов, там будут даты проведения собраний, там будет вся необходимая информация для того, чтобы вы не потерялись после зачисления. А то вот вроде зачислены, а что делать, а как делать, а куда идти, непонятно. Соответственно, заходите на сайт, изучаете информацию, мы отдельно вывесим кнопочку «Информация для зачисленных», щелкаете на нее, ознакомливаетесь и понимаете, что вам делать дальше. Приходите на собрание, общаетесь с представителями от института, с представителями от кафедр, с кураторами среди студентов, вам рассказывают, скажем так, погружают в жизнь в рамках вуза, вы знакомитесь с одногруппниками. Поэтому пропускать эти собрания настоятельно не рекомендую. То есть в любом случае, если есть возможность, приезжайте, знакомьтесь, общайтесь, узнаете, какие преподаватели лояльнее, в какой столовой вкуснее котлеты и так далее. Поэтому, да, пропускать точно нет смысла. И дальше, это день первокурсника, 1 сентября, выдыхаем, празднуем, гуляем, ежегодно мы с большим размахом празднуем, поздравляем наших первокурсников. В прошлом году у нас выступала группа The Haters, если вы такую знаете. Соответственно, тусили несколько часов на улице у большой сцены, разогнать было невозможно тусующихся. Но их можно понять. Такой стресс в течение лета, вся вот эта вот конкурсная ситуация. Нужно действительно выдохнуть, подготовиться для того, чтобы вдохнуть и полностью погрузиться в учебу в рамках высшего образования. Итак, если у вас остались вопросы, ну, в первую очередь, как я и обещал, мы с вами вернемся к вопросам в чатике. Я на все вопросы отвечу. Все эти вопросы, точнее, ответы на все вопросы вы сможете посмотреть в записи. Это первый момент. Второй момент. Контакты, как и обещал, прямо на экране. Если какие-то вопросы останутся, фотографируйте, сохраняйте. Пишите на почту, сканируйте сайт приемной комиссии, сохраняйте в закладке. Там есть очень удобный чатик прямо в уголочке, куда в любой момент можно написать. Звоните, связывайтесь с нами любым удобным для вас способом. Соответственно, мы этим же способом с вами свяжемся в ответ и ответим на интересующие вас вопросы. На этом, в принципе, презентация моя подошла к концу. Так вот, в часик мы уложились. Я очень надеюсь, что на большую часть вопросов я смог ответить. Вижу огромнейшее количество сообщений в чате. Вижу то, что коллеги отвечали всеми силами. Мы с вами сейчас по этим вопросам в обязательном порядке пройдемся. Но напоминаю, в первую очередь, наверное, даже не напоминаю, а дублирую для тех, кто только-только подключился. Сейчас в чатике появятся ссылочки на другие наши вебинары, на вебинары от институтов. Я настоятельно рекомендую. Вот, прямо сейчас в чате, вот сейчас прошу не спамить, не писать вопросы, чтобы сообщение осталось на виду у всех. Презентации институтов. Соответственно, вы подключаетесь к этим презентациям, слушаете представителей институтов, в первую очередь, директоров. Они расскажут много интересного про эти направления. Я же прямо сейчас начну отвечать на вопросы. Соответственно, ответы вы сможете в записи послушать. Вы абсолютно ничего не пропустите. Я даже больше скажу, если даже в какой-то момент появится такая ситуация, то, что презентации институтов закончились, а я все еще отвечаю на вопросы, вы сможете подключиться сюда снова и продолжить меня слушаться. Я никуда не делаюсь до тех пор, пока на все вопросы не отвечу. А сейчас настоятельно рекомендую перейти по ссылочкам, которые указаны в чатике. Все записи будут выложены в группе абитуриенту РТУ НРА. Вон, выложили даже вам сообщение. ВК.ком, дробь, прием, нижнее подчеркивание, мира. Подписывайтесь, добавляйте в закладки, ставьте колокольчики, что там еще говорят в таких случаях. И, соответственно, ожидайте информацию. Мы, конечно же, все выложим. Так, давайте я возьму буквально маленькую паузу. Мне вот, скажем так, сделать глоточек воды, потому что час монотонного монолога. Дам чуть горло отдохнуть. Вам дам возможность перейти по ссылочкам, которые указаны в чате. Давайте я на всякий случай продублирую еще раз сообщение. Соответственно, переходите по этой ссылочке. Я же буквально через пару минут вернусь и смогу начать отвечать на ваши вопросы, чтобы вы в будущем в записи смогли все мои ответы послушать. Временно отключаю микрофон и камеру, но знайте, я еще вернусь. Спасибо. 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 Итак, надеюсь, что вы не успели соскучиться. Как и обещал, я вернулся. У нас все еще в сети более 480 участников. Я очень надеюсь, что у вас мой вебинар открыт второй вкладочкой, потому что я все еще настоятельно буду подключиться вам к презентациям от институтов. С институтами у вас не будет другой возможности пообщаться. А со мной в случае чего вы сможете пообщаться в приемной комиссии. И, собственно, контакты с приемной комиссией у вас тоже на экране. В любой момент можете задать любые интересующие вопросы. Таких же контактов от институтов нет и не предвидится. Поэтому, как я уже говорил, презентации от институтов – это уникальная возможность получить интересующую вас информацию. Так, соответственно, смотрю чатик. К сожалению, у нас часть вопросов съелась. Мы начали в 11, в 11.05 ориентировочно. Первый вопрос, который я вижу в чате от 11.20, видимо, очень большое количество сообщений, поэтому отвечаю. Где посмотреть стоимость платного обучения? В гиде по специальностям. Вижу то, что уже ответили на вопрос. Переходим к следующему. Какой был проходной балл в общежитиях в прошлом году? Не то, чтобы мы такую информацию прям собираем. Отдельно стоит обратить внимание на то, что у нас общежития предлагаются только тем, кто зарегистрирован далее трассы А-108. То есть это более 100 километров от Москвы. Гарантируется общежитие только тем, у кого более 270-275 баллов в зависимости от направления. Если это направление химической направленности, вообще, по-моему, там 250 баллов. Но при этом требование проживать и, точнее, быть зарегистрированным далее трассы А-108 сохраняется. Двигаемся дальше. Всем, кто зачислен на бюджет и нагородный, дают общежитие. Хотелось бы, но, как я и говорил, количество мест у нас ограничено, поэтому у нас есть определенный метод распределения этих общежитий. Так, вижу, коллеги даже на какие-то вопросы отвечают. Как происходит поступление в университет после колледжа. Вы приносите документ об окончании колледжа, соответственно, среднепрофессионального образования и имеете возможность на основании этого документа сдать внутренние вступительные испытания на определенный перечень направлений. Где эти направления посмотреть? Прием.мира.ру, раздел бакалавриат и специалитет, раздел внутренние вступительные испытания, нет, вру, раздел вступительные испытания и дальше вкладочка внутренние экзамены. Там будет перечень направлений подготовки, на которые поступающие на базе среднепрофессионального образования могут сдавать внутренние экзамены. И там вы увидите этот перечень направлений. Где будет запись? В группе ВКонтакте.мира.ру, нижнее подчеркивание.мира. Вроде так. Соответственно, в чатике тоже ссылочка была. В принципе, на этот вопрос уже текстово отвечали. Дальше. Какой был проходной балл на общежитии? Отвечал на этот вопрос. Где посмотреть приоритет вступительных испытаний на 15.03.06? Все приоритеты вступительных испытаний у нас отображаются в гиде по специальностям. Опять-таки, прием.мира.ру, слэш гид. Любое направление выбираете и смотрите прям последовательность вступительных испытаний. Там условно математика-информатика русский или информатика-математика русский. Там вы как раз-таки вот эту последовательность приоритетов можете увидеть. Смотрим дальше. Как получить место в общежитии? Отвечал. Запись сохранится? Тоже отвечал. Смотрим дальше. Наверное, не буду читать вопросы, которые дублируются. Особенно для тех, кто будет смотреть в записи. Оплата обучения за год фиксирована или с каждым годом меняется? Максимум, что может быть, это индексация. А так, да, фиксированная стоимость обучения. То есть, в принципе, мы фиксируем стоимость и она сохраняется на период обучения. Тут подробнее расписано будет только в вашем договоре на платное обучение. ДВИ в этом году онлайн или очно? На первом потоке, соответственно, если поступление на бюджет очно, второй поток – это онлайн поток на поступление исключительно на платные места. Соответственно, и онлайн, и очно, но очно на бюджет, онлайн на платные. Так, это ответы коллег. Смотрим дальше. Подал заявление онлайн через декабилет. Но пока в списке меня нет. Записываться подача подальника аттестата нужно после появления в списке или неважно? На самом деле неважно. То есть, как бы вы подали заявление, оно в любом случае у нас есть. То есть, вопрос только в том, в течение какого времени его обработают, чтобы вы увидели себя в списках. Но, опять-таки, это моменты не связаны. Если вы хотите подать оригинал, записывайтесь, приходите и подавайте. Сколько процентов скидки дадут за прохождение курса в Альтаире? На этот вопрос я прямо по ходу презентации отвечал. Это у нас специальная скидка 20%. Но только при выполнении определенных условий, соответственно, это заключение договора и предоставление оригинала до 3 августа. Так, ну вот касательно баллов, необходимых для получения гранта, и то, что они выше проходного балла. Дело в том, что у нас проходные баллы, даже не так, а комплект вступительных испытаний на разные направления может быть единый. В зависимости от направления варьируется и проходной балл. Проходной балл также может расти. Проходные баллы вы можете смотреть в перспективе, даже не в перспективе, в ретроспективе нескольких лет, посмотреть, как они варьировались. И при этом, скажем так, грантовая система, как я уже говорил, для тех, кому не хватило каких-то баллов, там условных единиц, на бюджет, если вдруг вырос резко проходной балл или что-то в этом духе. Это дополнительные меры поддержки, это не, скажем так, это не то, что ВУЗ за всех будет оплачивать обучение. Все еще, конечно же, ваши конкурсные баллы, ваши результаты ЕГЭ в приоритете. Какие документы нужно подавать в рамках презентации было? Не буду отдельно, наверное, на этот вопрос отвечать. Можно будет в записи пощелкать и посмотреть, где я прямо все эти документы перечисляю. Жможет ли человек со 190 баллами получить общежитие? Ну, так как у нас по порядку общежитие предоставляется по конкурсу, то, конечно же, теоретически такая возможность присутствует. Но как себя конкурсная ситуация покажет в рамках определения общежития, нельзя предугадать. Шансов на самом деле мало. Но есть. Но мало. Вот так вот. Целевикам обязательно дают общежитие. Только если это целевое обучение в интересах РТУ мира, у таких целевиков есть преимущества. На них отдельно выделено определенное количество мест. Это как дополнительная программа стимулирования, чтобы подавали документы в интересах РТУ мира. Так, ну, по поводу конкурса по баллам, я, в принципе, по общежитию уже сказал. Да, у нас есть определенный порог, выше которого мы гарантируем предоставление общежития. А дальше, соответственно, если ниже, то по конкурсу на оставшиеся места. Так, на вопрос зарплат отвечал по ходу презентации. Про целевое обучение в приемной комиссии. Вчера дочери сказали, что прием заявок уже завершен. Она очень расстроилась. Получается, ввели заблуждение. На самом деле, возможно, просто произошло какое-то недопонимание. Может быть, оператор, который сказал, неправильно посмотрел информацию. У нас до 10-го числа ведется прием заявок. Поэтому не стоит расстраиваться ни в коем случае. Я надеюсь, что вы успели получить от меня информацию, то, что прием заявок ведется. Это сайт прием.мира.ру, вкладочка об университете, дальше вкладка целевое обучение в интересах РТУ мира. И там у нас в условии заключения договора о целевом обучении до 10 июля 2023 года необходимо подать заявку. Сегодня у нас 8 июля. У вас все еще есть время. Очень надеюсь, что этот ответ вы получили. И то, что ваша дочь успеет подать заявку. Есть ли какие-то направления стажировки? Ну, опять-таки, направляет ли ВУЗ? То есть, наш ВУЗ, по-другому отвечу, наш ВУЗ взаимодействует с огромнейшим количеством предприятий. На этих предприятиях можно проходить практику. С этими предприятиями отдельно можно заключать договора о стажировках. То есть, по сути, приходить работать, но в роли стажера. Отдельно у нас есть центр карьеры, который помогает трудоустроиться, в том числе, выпускникам, который общается с нашими предприятиями-партнерами, постоянно собирает от них предложения, и эти предложения перенаправляет по институтам, по кафедрам. Кафедры, институты, в свою очередь, уже студентам эти предложения перенаправляют. Конечно же, предприятия заинтересованы всегда в самых лучших студентах. Поэтому, кто лучше учится, у кого выше результаты, у того больше шансов попасть на те предприятия, которые их заинтересуют. Суммируются ли доп. баллы за Олимпиаду с доп. баллами за окончание предпрофильного класса в школе? Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения, которые вы можете получить, это 10, вне зависимости от того, за что вы баллы за индивидуальные достижения получаете. Вопрос от Алексея. По-моему, в этом году даже оплата не нужна для зачисления. Абсолютно верно. Мы зачисляем по факту наличие договора на оплатное обучение. Но это не значит, что обучение не нужно оплачивать. Чтобы приступить к обучению 1 сентября, заранее все равно обучение необходимо будет оплатить. Имейте это в виду. Можно ли заключить договор на оплатное обучение после 5 августа, если не прошли по бюджету? Можно заключить договор на оплатное после 5 августа, но в таком случае уже без предоставления скидки. Если хотите закрепить за собой скидку на оплатное обучение, соответственно, договор должен быть заключен до 3 августа. Так, смотрим дальше. Что касается списка желающих получить об сюжете, этот список у нас отдельно в конкурсном списке. Отдельный столбец присутствует, если я не ошибаюсь. Поэтому, в принципе, такую информацию можно увидеть. Я даже прямо сходу сейчас посмотрю, чтобы не было такого, что я лукавлю. Так, списки подавших документы. Любое направление открываю. Потребность в общежитии требуется. Да, эта информация у нас представлена. Соответственно, можно на нее ориентироваться. Так, скидка детям из многодетных семей. У вас свидетельство о многодетной семье требуется. В нашем регионе не выдают свидетельство. Справка о составе семьи его заменяет. Можно ли ее представить? Вы справку предоставляете, мы в любом случае рассмотрим, потому что о каком регионе идет речь прямо сейчас, исходя из текстового общения в чате, судить мы никак не можем. Справку мы эту не видели. В любом случае мы все справки рассмотрим. Если у нас возникнут какие-то вопросы, мы в любом случае свяжемся с вами. Мы в любом случае свяжемся с соответствующими органами. И если по закону мы имеем возможность вам предоставить, даже не возможность, не по закону, а по нашему внутреннему положению предоставить эту скидку, то мы, конечно же, скидку предоставим. Мы всегда стараемся идти навстречу нашим абитуриентам, но, конечно же, в рамках обусловленных законодательством Российской Федерации и в рамках установленных нашими нормативными актами. В течение скольких дней возвращается заявление на поступление? Какова процедура возврата документов абитуриента в случае, если передумал поступать? Если передумали поступать, если подавали через личный кабинет абитуриента, нажимаете одну кнопочку «Отозвать заявление» и заявление, по сути, отозвано. Если через единый портал государственных услуг подавали, аналогично. Нажимаете в УГИ ПГУ соответствующую кнопочку «О возврате заявления». Вот, собственно, и все. То есть это очень несложно. Если я подаю документы в несколько узлов, то, сколько у меня будет времени после зачисления для подачи оригинала аттестата. Неправильно поняли информацию. Вы можете быть зачислены только после предоставления аттестата. Аттестат должен быть подан до 12.00 3 августа, вне зависимости от того, в какой ВУЗ России вы подаете документы. Любой ВУЗ 3 августа 12.00. Это для вас дедлайн в рамках бюджетных мест. Подаете оригинал, и только в том ВУЗе, куда вы подали оригинал, вы рассматриваетесь к зачислению. Никак иначе. Так, привезли оплату обучения, оформив образовательный кредит. Каким образом подтвердить получение платежа вашим ВУЗам? Так, ну, соответственно, информация о заключении образовательного кредита предоставляете на информацию оплата.мира.ру или оплата.собак.мира.ру Сейчас точно скажу, прошу прощения. Так, где у меня шпаргалочка? Буквариатый специалитет. Смотрим раздел «Платное обучение». Оплата.собак.мира.ру. Да, верно, я сказал. Соответственно, туда направляете информацию. Когда и где первый приказ о зачислении на платной основе публикуется? Так, опять-таки, буквариатый специалитет. Сейчас, где у нас этот раздел? На сайте приемной комиссии, список зачисленных, там вы увидите себя, опять-таки, по идентификатору СНИЛС. Первый приказ у нас 14-го числа, если я не ошибаюсь. Давайте я сам себя проверю сейчас. Ну, соответственно, тишину можно будет в записи проскипать. Так, 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 платное обучение. Да, соответственно, у нас списки зачисленных публикуются 14 июля, 29 июля, 14 августа, 25 августа и 28 августа. Несколько волн зачисления на платное. Соответственно, в разделе списки зачисленных вы себя увидите по номеру СНИЛС. Так, смотрим дальше. Можно ли сначала подать копию документов, впоследствии предоставить оригинал, если есть возможность попасть на бюджет? Да, но, как я и сказал, оригинал должен быть предоставлен до 12.00 3 августа. Секундочку себе маленькую шпагалочку запишу. Так, можно ли на бюджет выбрать одни направления, а на платное обучение другие? Можно, но у вас должно быть суммарно 5 различных направлений. Подал документы через госслуги на 5 направлений, пришел один договор на платное обучение на почту. Когда ждать другие договоры, могу ли я подписать договор и оплатить, тем самым срезервировать место на обучение? Николай, отвечаю на ваш вопрос. Также надеюсь, что вы этот вопрос либо в записи, либо сейчас услышите. Нет смысла в нашем вузе заключать договора на все 5 направлений, потому что вы будете зачислены в любом случае по своему первому приоритету. Я искренне надеюсь, что первым приоритетом вы выбрали то направление, на которое вы хотите больше всего поступить в рамках платного. Соответственно, именно этот договор вам на почту и выслали. Этот договор вы подписываете, и по этому договору вы зачисляетесь на свой первый приоритет. Конкурса на платные места у нас в нашем вузе нет. В других вузах, может быть, и есть. В нашем нет. Поэтому нет смысла заключать, подписывать и тем более оплачивать другие договора по другим направлениям. Если, конечно, вы не обладаете желанием и возможностью обучаться по 5 направлениям одновременно. Конечно, я в этом сомневаюсь, но вдруг вы действительно сверхчеловек обладаете маховиком времени и сможете посещать все занятия одновременно. Тут уже самостоятельно делаете для себя выбор. Если на приоритетном этапе прошел на целевое, далее на основном конкурсе, в конкурсе нас будут рассматривать, сможем ему по итогу основного конкурса отказаться под целевого. Если вы зачисляетесь на приоритетном этапе, то на основные места вы в конкурсе уже не претендуете. Вы уже зачислены на бюджет. Все. Второй раз в конкурсе на бюджет вы не можете участвовать. Поэтому перед приоритетным этапом вы должны решить для себя, хотите ли вы зачисляться на приоритетном этапе или же нет. Если не хотите, то значит отзывайте оригинал до момента зачисления. Потому что если вы будете зачислены на приоритетном этапе, а потом отзовете документы, то по сути вы зачислили, потом отчислитесь, вы заняли чужое место по сути, да, кто-то не смог из-за этого пройти, а приема больше на целевое нету, все сроки вышли. И вопрос, а зачем так делать? Поэтому лучше заранее определитесь с тем, хотите ли вы так поступать на целевой или же нет. У сына первый разряд по спортивному плаванию считается лето достижением для поступления в наш ВУЗ. К сожалению, в РТУ мира спортивные достижения при поступлении не учитываются. В рамках обучения можно учесть, потому что у нас огромнейшее количество спортивных секций. И можно будет и в сборные соответствующие вступить, и на секции просто записаться. Но вот при поступлении, к сожалению, не учитываем. Если учесть, что количество платников не регламентируется, комфортно ли учиться, хватает ли аудитории, нет ли ситуации, кто успел занять место на лекции, тот и слушает и так далее. На самом деле ваши опасения более чем понятны. Но у нас потоковые аудитории очень большие, компьютерные классы тоже очень вместительные. Потоковые аудитории вмещают в себя более 100 человек, там какие-то вообще по 200-300 человек. Это в первую очередь лекционная аудитория, поэтому не стоит переживать то, что внимания преподавателя кому-то не достанется. Потому что те занятия, которые предполагают именно вовлечение преподавателя и общение преподавателя с студентом, они уже делятся на маленькие подгруппы, где в группе максимум 30 человек. А это комфортная среда для обучения как для группы, так и для преподавателя. Места в аудиториях хватает. Разве что вы, скорее всего, тоже, может быть, от кого-то услышите, или студенты будут рассказывать. Тоже лукавить не буду. Во первые дни, когда расписание обучения еще не устоялось, могут возникнуть ситуации, что крупный поток могут в маленькую аудиторию поставить. Но это исключение из правил. Как только утрясается расписание, все студенты и все группы распределяются по аудиториям так, что всем обучаться комфортно. Но я также, являясь преподавателем в РТУ Мира, могу сказать то, что, к своему сожалению, наблюдаю тенденцию, то, что к какому-то определенному моменту какие-то студенты, к сожалению, перестают ходить на занятия. Не то чтобы это, скажем так, тот самый критерий, на который стоит равняться и ожидать гарантированного комфорта в обучении. Это просто такое дополнительное наблюдение. То, что места в любом случае всем хватит. В том числе потому, что кто-то в какой-то момент либо уезжает в другой город, либо уходит работать вместо обучения, либо забивает на учебу, в дальнейшем отчисляется. Поэтому тут ситуации всегда разные, но при этом учиться комфортно. Не переживайте. Так, смотрим, смотрим дальше. Насколько сильно в среднем сокращается конкурсный список после подачи оригиналов? Сложно прокомментировать, сложно оценить. Каждый год конкурсная ситуация разная. Конкурсный список не то, что сокращается, скорее определяется количество тех, кто подал подлинники. Важно иметь в виду следующий момент, то, что после 25 числа новые заявления в конкурсных списках точно не появятся, то есть не появятся новые строки. И конкурсный список будет уже стабильным. А дальше все будет зависеть от того, принесли ваши конкуренты оригинал или же нет. Знак ГТО должен быть золотым или серебряным, чтобы получить дополнительные баллы. Он может быть и золотым, и серебряным, в зависимости от уровня вашего значка ГТО. Вы просто разные баллы получите. Два или три балла в зависимости от, скажем так, цвета вашего знака. Есть ли военная кафедра? Ну, тут могу немножко подушнить. Военных кафедр нету в принципе. Есть военные учебные центры. Это первое. Второе. Есть отсрочка от армии. Отсрочка от армии дается при любом обучении. То есть вы поступаете, обучаетесь, все, отсрочку получили. Военный учебный центр – это отдельное подразделение, куда отдельный конкурс. Вы, соответственно, на военный учебный центр подаете заявление, проходите конкурсный отбор. Там и теоретические знания ваши оцениваются, и физические способности на физподготовку. Проходите по конкурсу, занимаете свое место. Раз в неделю в дальнейшем обучаетесь в военном учебном центре. То есть и строевая подготовка, и определенные теоретические знания получаете. Обучение несколько лет занимает, после чего сборы на пару месяцев. И получаете уже военный билет с определенным званием, в зависимости от того, в рамках какого звания вы поступали. Так, вух, я дошел до 12.00, а это значит, что от последнего вопроса меня отделяет 27 минут, поэтому продолжаю листать и читать вопросы. Подскажите, пожалуйста, на каком направлении максимально много программирования? Институт информационных технологий, прикладная математика, программный инженер. Нет, даже не так, не только институт информационных технологий, это, в принципе, программная инженерия, прикладная математика, ну и, в принципе, прикладная информатика и все, что с ней связано. То есть 0.9 группа – это та группа, где много программирования. А дальше смотрите то, что вам больше подходит по профилю. Обычно не смотрим. Скажем так, вопреки названию, в прикладной математике программирование больше, чем в прикладной информатике. То есть это вот может быть иронично, но это так. Так, смотримся дальше. Если военную кафедру закончили, то вызывают ли на срочную, призывают ли на срочную службу? Ну, опять-таки, у вас будет военный билет по завершению военной кафедры, по завершению обучения в военном учебном центре. Опять же, уже сам себя поправляю. Что и как будет происходить с призывом, какая ситуация будет в России, да и в мире, к сожалению, предугадать невозможно. Что произойдет, кого будут призывать, не могу ответить на такой вопрос, поэтому тут правильным ответом будет, поживем и видим. Можно ли будет перевестись из одного вуза в наш в течение учебного года? Безусловно, можно. Вы завершаете первую аттестацию, соответственно, закрываете первую сессию, получаете в учебном отделе справку об обучении, после чего направляете заявление о переводе в наш вуз. Проходите аттестационную комиссию, если есть бюджетное место, соответственно, претендуете на зачисление в рамках бюджетного места. Если бюджетного места нету, и вы хотите, например, на платное, то, значит, рассматривайтесь к переводу на платное место. Вот, собственно, и все. В принципе, механизм не то, чтобы сложный. Как происходит зачисление, если у нескольких человек одинаковое количество баллов ЕГЭ? Ну, во-первых, сначала идет сортировка по профильным вступительным испытаниям, то есть профильные экзамены ЕГЭ. После этого мы рассматриваем индивидуальные достижения, после этого там рассматриваются преимущественные права. И, в принципе, у нас целый список параметров, по которым мы ранжируем заявление, то есть несмотря на равенство баллов конкурсных. И все это, конечно же, в любом случае в соответствии с правилами приема внутри вуза и с порядком приема, утвержденным в Министерстве образования. То есть это не то, что мы там, ну, у 10 человек одинаковые баллы, вот это нам нравится, вот этот не нравится, поэтому вот этого берем, а этого нет. Нет, ни в коем случае все исключительно по букве закона. Так, программная инженерия – это какая ссылка? Ну, я надеюсь, то, что вы уже нашли соответствующую ссылку. Это был Институт информационных технологий. Если вдруг не нашли, то, значит, смотрите в записи. Институт информационных технологий. Так, я листаю, листаю все больше и больше непрочитанных сообщений. Надеюсь, когда-нибудь сообщения и вопросы закончатся. Итак, заполнено два согласия, которые были на сайте обработки на распространении персональных данных, а при заполнении заявлений указано на прикрепление только одного согласия. Какое из них прикрепляется к заявлению? Смотрите, если вы подаете документы в нашем личном кабинете, то вы печатаете три согласия, а не два. Это согласие на обработку, согласие на распространение. Сейчас, поднимаю тихонечку. И, соответственно, согласие на распространение ваших данных на портал ePVU. Соответственно, три согласия. Вы три согласия печатаете, подписываете, все три сканируете. Можно объединить в один файл и этот один файл загрузить. Вот, собственно, и все. Уточните, пожалуйста, где получить детали по проведению творческого экзамена. Будет ли консультация? Консультация, безусловно, будет. Опять-таки, прием.мира.ру, буквы, ряды, специалитет, вступительные испытания, внутренние экзамены. Смотрите расписание, когда будет дополнительное вступительное испытание творческой направленности, когда будет консультация к этому экзамену. Консультация очная. Приезжайте к нам, проспект 13, 86, к определенному времени, указанному в расписании. И, соответственно, там узнаете всю интересующую вас информацию. Что означают колонки ВП все и ВП по оригиналам? Очень хороший вопрос. ВП все – это высший приоритет по всем. ВП по оригиналам – это высший приоритет по оригиналам. ВП среди всех – это высший приоритет среди всех заявлений, даже среди тех, кто не подал оригиналы. Соответственно, если вы видите обозначение «да», это значит, что текущий конкурс для вас является высшим приоритетом, и вы по нему проходите. Если мы смотрим ВП по оригиналам, это значит, что вы проходите по этому приоритету среди тех, кто подал оригиналы, а значит, среди тех, кто на текущий момент рассматривается к зачислению. Система высших приоритетов позволит вам оценить конкурсную ситуацию и оценить свои шансы на прохождение. Соответственно, вы знаете, на какие направления вы подали заявление. У вас есть пять направлений или там больше, в зависимости от того, сколько конкурсов вы указали в заявлении. По конкурсным списочкам щелкаете, смотрите, где у вас ВП стоит «да», и значит, туда вы на текущий момент проходите. Если вы видите то, что у вас высший приоритет, допустим, третий ваш приоритет из семи или десяти указанных в вашем заявлении, значит, у вас еще ого-го, какой запас на зачисление. Если вы видите то, что у вас высший приоритет на десятом направлении из десяти, это значит, что из всех предыдущих девяти вас уже вытеснили, и есть смысл, если есть еще время, отозвать заявление, перераспределить приоритет, возможно, выбрать другие направления и, соответственно, отслеживать дальше свою ситуацию. Есть шансы с 253 по бюджету на общежитие, но тут все зависит от выбранных направлений. Если вы поступаете на химии, то вы даже гарантированно сможете получить общежитие, если вы зарегистрированы, точнее, проживаете далее трассы А-108. Так, по большим приоритетам также вижу, ответили. Как перейти на вебинар с институтами, ссылочки выше были. Даже если смотрите в записи, то по ссылочкам, надеюсь, запись сохранится, можно будет прощелкать все записи и посмотреть все, что вам интересно. Вводил документы через госуслуги на пять направлений, пришел один договор на платное обучение на почту, когда ждать другие. Отвечал на этот вопрос, мне кажется, даже тому же самому задающему этот вопрос. Так, скажите, пожалуйста, на каком направлении максимально много программирования. Тоже отвечал, 0,9 группу в первую очередь, смотрите. Или отмотаясь чуть назад, буквально 3-5 минут, я рассказывал про это. Подскажите, в каком институте у нас дизайн? Дизайн у нас, чтобы не соврать, опять-таки, прям последовательность. Сайт приемной комиссии, после этого у нас гид по специальностям идет, после этого мы смотрим дизайн, и после этого мы с вами видим, что дизайн у нас в институте ИПТИФ, перспективных технологий и программирования. Какой был проходной балл на общежитие? 275 и 250. Опять-таки, положение об общежитиях у нас в разделе, посвященном общежитиям, закреплен. Можно в любой момент открыть и посмотреть. Вся информация в соответствующих разделах размещена. Расскажите, пожалуйста, про военный учебный центр. Минут 10-15 назад рассказывал. Если смотрите в записи, то пролистайте назад. Скажите, пожалуйста, на каком направлении максимально много программирования? Третий раз уже этот вопрос просил не дублировать вопросы. Если на специальности только платные места, получается, общежитие можно получить только после всех нуждающихся в общежитии бюджетников. Абсолютно верно. Если в 10-11 классе предмет ФИС. Не понял вопроса. Можно ли попробовать поступить в начальный бюджет, а потом на платный, если не получишь на бюджет? Конечно же можно, но обратите внимание, что скидку на платный вы сможете получить только в том случае, если подадите оригинал и заключите договор до 3 августа. Если я иногородный стубарник, то гарантированно ли мне общежитие? Ну, опять-таки, не иностранный же. Поэтому да. И смотрите на сумму ваших конкурсных баллов. Тут ограничений каких-то специфических нет. Скажите, в каких институтах происходит обучение в кампусе на проспекте Вернадского? Здесь у нас институт тонких химических технологий, институт информационных технологий, институт искусственного интеллекта, ИРИ, ИТУ. Что касается институтов ИПТИП и КБ, то это уже другие кампусы. Возможно, еще общие образовательные дисциплины будут в отдельных кампусах, но тут уже смотрим по расписанию. Так, большое сообщение с вопросами. Читаю. Сейчас, секундочку. Вопрос трудоустройства. В каких компаниях выпускник может работать после окончания института ИРТУ МИРА на направлении химии 0403.01 и 1803.01? Этот вопрос лучше было бы задать в вебинарах по институту тонких химических технологий. К сожалению, я не настолько сильно погружен в данную тему и прямо предприятия не смогу вам сказать. Единственное, что могу сказать, посоветовать изучить аннотации программ на сайте, там указаны предприятия, в том числе предприятия-партнеры, с которыми мы взаимодействуем. Значит, в течение какого времени обновляются списки после 29 июля, каждый час мы обновляем конкурсные списки. Я подал заявление через ЕПГУ, а еще зарегистрировал в личном кабинете ИРТУ МИРА. И своих заявлений я там не нашла, но в списках есть. Заявление, поданное через ЕПГУ, вы увидите на ЕПГУ. Заявление, поданное через личный кабинет, вы увидите в личном кабинете. Дублировать заявление не нужно. Соответственно, если вы подали заявление через единый портал государственных услуг, то на едином портале со своим заявлением взаимодействуйте. Главное то, что вы есть в списках подавших документы, вы себя в будущем в конкурсных списках также увидите, а значит все отлично. Вопросы повторяются, повторяются. На бюджетные места можно ли еще подать документы? Можно, безусловно. Если вы тестаете все 5, но он не с отличием. Грант дадут на платное. Грант у нас зависит в первую очередь от ваших результатов ЕГЭ. Тоже смотрите в зависимости от набора ваших вступительных испытаний и суммы баллов. Может ли тот, кто поступил на целевой стажироваться в других организациях? По отработке после окончания учебы все понятно. А вот есть ли ограничения в период учебы? Нет, ограничений нет где угодно. Буквально где угодно. Это ваше личное право. Договор о целевом обучении регламентирует трудоустройство после завершения обучения. Во время обучения вы работать сможете где угодно. Опять-таки, грубо говоря, никто вам по рукам не надает, если вдруг студент трудоустроится во время обучения на подработку в фастфуд. Грубо говоря. Тут прошу без осуждения. До какого числа необходимо внести оплату на платном обучении? До конца августа. Если я не ошибаюсь, лучше ориентироваться на 26 августа. Потому что еще какое-то время должно пройти, чтобы мы оплату увидели. Скажите, конкурсные баллы? Учитываются баллы за ИД? Например, ЕГЭ набрал меньше 275, но с баллами за ИД больше 275. Так, давайте посмотрю наш парк галочку. Секундочку, мне нужно, чтобы ответить на вопрос. Сумма конкурсных баллов, соответственно, это результаты ваших ЕГЭ плюс ваши индивидуальные достижения. Если сумма ИД получается больше 275 баллов, то да, вы попадаете в список тех, кто претендует на гарантированное получение общежития. Сохраняется ли спецскидка при заключении договора до 3 августа на все годы обучения? Да, в этом и суть как раз-таки скидки в нашем ВУЗе. Можно ли поменять приоритеты в отправленном заявлении? Если заявление еще не принято в приемную комиссию, то да, можно внести изменения. Если уже принято, то отзываете заявление, подаете новое, уже с новым расставлением приоритетов. При этом обратите внимание, то что заново всю информацию вносить уже не нужно будет. Согласие у вас уже есть подписанные, отсканированные документы, есть подписанные, отсканированные. А все персональные данные анкеты уже заполнены из предыдущего заявления. Поэтому, по сути, нужно будет только заново расставить приоритеты и направления. Как понять, куда будет шанс пройти на бюджет, но и успеть подать аттестат? Но тут, к сожалению, никто такого четкого решения вам не предоставит. Отслеживайте конкурсные списки, оценивайте свои текущие баллы, сравнивайте текущие баллы с проходными баллами прошлого и позапрошлого года. Смотрите, проходите вы или нет, смотрите на свой текущий высший приоритет и оценивайте эту ситуацию. Мое максимально субъективное мнение, которое ни в коем случае не является никакой гарантией, точно не является истинной последней инстанцией. Но если вы проходите по высшему приоритету на текущий момент, или даже на момент ближе к 25 числу, на свой первый и второй приоритет, то, скажем так, шансы большие. Если у вас баллов в сравнении с проходными баллами прошлого-позапрошлого года, а лучше смотреть дельту между прошлым и позапрошлым годом, условно, плюс 5-10 баллов, то у вас очень хорошие шансы. Но это опять-таки, это все зависит от очень многих факторов. Поэтому это исключительно мнение на текущий момент, на текущий срез. Все может поменяться в любой момент. Можно ли использовать для оплаты маткапитал? Где узнать подробности? Можно на сайте платного обучения, точнее в разделе, посвященном платному обучению, можете узнать подробности. Бакалавриация специалитет, платное обучение, мотаете вниз до конца, и там будет раздел, посвященный маткапиталу. Здравствуйте, общежитие предоставляется и платникам, и бюджетникам? Формально – да, по факту распределения общежитий по конкурсу. Можете рассказать подробнее о специалитете в интересах МИРА. На самом деле, даже не знаю, что подробнее рассказывать. Вы заключаете договор о целевом обучении с РТУ МИРА. После завершения обучения трудоустраиваетесь в УЗ, работаете либо на кафедре, либо на кафедре работаете, если хотите идти, скажем так, в преподавательскую структуру. При подаче заявлений также можете увидеть, в интересах какого подразделения набираются представители. Это не обязательно профессорско-преподавательский состав, это могут быть и программисты. РТУ МИРА программисты тоже нужны. Это может быть и административная должность, это может быть должность профессорско-преподавательского состава. Целевое обучение не мешает вам в дальнейшем также обучаться по программам магистратуры, по программам аспирантуры, то есть продолжить обучение в РТУ МИРА. Соответственно, не мешает вам расти по вашей лесенке, и тем самым увеличивать заработную плату. Что подробнее еще можно рассказать? Но так сложно еще что-то придумать. Целевое в интересах РТУ МИРА. Наверное, это основные такие тезисы. До 10 числа подаете заявление, с 11 по 15 проводятся конкурсы, точнее, собеседование, потом конкурс, потом заключение договора. Как же отследить, прохожу ли я на общежитии по конкурсу или нет? Сложно, очень сложно. Сложнее, чем отследить, проходите ли вы на бюджет по конкурсу или нет. Смотрите количество проходящих на бюджет, смотрите количество тех, кто нуждается в общежитии, и, соответственно, сравниваете с количеством доступных мест. Математики огонь вам потребуется для этого, но, в принципе, можно прикинуть. Кто-то вообще выгружает все конкурсные списки, математическую модель строит, анализирует и подсчитывает. Но это не то, что я могу рекомендовать, или не те механизмы, которые я могу вам рассказать, как готовые решения. Если в 10-м классе предмета физика не было, можно ли поступить в МНРА, найти направление? Безусловно. Конечно, можно. Если нужно сдать ЕГЭ по физике в следующем году, и потом поступать в МНРА, вы можете сдать, точнее, сдать информатику и поступить с результатами по ЕГЭ, по информатике. То есть тут никто... Свет клином на физике не сошелся. Физика в любом случае будет общей образовательной дисциплиной на первом и, по-моему, даже на втором курсе, но там обучение практически с нуля, поэтому проблем тоже не должно возникнуть. Какой приоритет поступления в учебный военный центр? Или туда принимают всех желающих? Заявление принимают от всех желающих, а дальше отбор по вашей успеваемости и по сдаче физнормотивов. Скажите, какие сроки подачи оформления оплаты на оплату для подачи скидки для многодетных? Ох, давайте смотреть. Так. В принципе, скидка для многодетных у нас предоставляется до конца августа. Главное – это предоставить подлинник и в дальнейшем оплатить. Вот все. Подлинник и оплата. Вот все требования, которые вам необходимо выполнить. Золотая медаль сколько баллов дает? Золотая медаль какая? За ГТО, если я не ошибаюсь, 3 балла. Если за обучение, то есть в школе получили золотую медаль, то просто так за медаль не даем. А вот за аттестат с отличием 10 баллов. А так, как я и говорил, открываем правила приема, листаем до приложения номер 5 и смотрим на очень удобную табличку, где можно изучить все пункты, за что и как РТУ Мира начисляет дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Как работают приоритеты? Если на первом приоритете я не прохожу на бюджет, а на втором прохожу, то я поступаю по второму приоритету. Абсолютно верно. Вы подаете оригинал в ВУЗ, и этот оригинал распространяется на все ваши приоритеты. Так, по расписанию обучения больше очень занятий, или есть дистант. Расписание стабильное, занятие с утра. Занятие с утра, расписание стабильное, обучение по большей части очное. Периодически могут быть какие-нибудь общепотоковые дисциплины, это лекции в дистанте, в дистанционном формате, но это меньшая часть занятий. То есть это будет какой-нибудь, условно, может быть день в дистанционном формате, То есть для тех направлений, которым дистант не пойдет в ущерб, а наоборот пойдет на пользу. Вот, собственно, и все. Потребность в общежитии. Учитываются баллы и D? Не понимаю вопроса. Учитывается сумма конкурсных баллов и учитывается ваша регистрация. Вот, собственно, и все. Очень часто говорю фразу, вот, собственно, и все. Это у меня какая-то такая неправильная фраза прицепилась. Надо что-то с ней делать. Так, влияет ли наличие военного билета характеристика или рекомендательные письма при поступлении? Так, военный билет может дать вам дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Три балла. Так, на этот вопрос вижу ответили. Так, уже 20 минут разрыва. Ура! Идем стабильно. 20 минут. Я сейчас на 12.29 отвечаю вопрос, и сейчас 12.51. Продолжаем отвечать на вопросы. Есть ли вообще смысл в дате подачи оригиналов до крайнего срока? Естественно, будет ли лучше раньше подать или наоборот? Не совсем понял вопрос. Конечно же, конкурсная ситуация будет меняться до самого последнего момента, потому что никто не знает, когда самый последний абитуриент перестанет подавать документы. Точнее, нет, мы знаем, что в принципе подача оригиналов до 12.00 3-го числа, но вот в какой момент вам нести оригинал, тут решать исключительно вам. Смысл, как вы в этом видите, в какой момент принести оригинал? Ну, опять-таки, кто-то разрывается между различными вузами, у кого-то конкурсная ситуация на грани, а кто-то, может быть, проходит там с тремя сотнями баллов куда угодно и просто в самом последний момент решит, куда принести оригинал, чтобы быть зачисленным. Так, ну, про общежитие уже неоднократно отвечал. Я думаю, даже человек, который подключился в 12.30 уже получил ответ на этот вопрос. Так. Так, ну, в 12.30, я думаю, уже поздно он не отвечает на этот вопрос, но дизайн – это вот, как я и говорил, институт ИПТИП. Можно ли поступить с минимальными баллами по физике на платное обучение в Институте информационных технологий или нужен минимальный результат по информатике? Друзья, открываем гид по специальностям, смотрим направление подготовки, видим направление, где мы можем пройти с результатами по физике и проходим на эти направления с результатами по физике. Вот, собственно, и все. Ой, опять я говорю эту фразу, кошмар какой. Скажите, пожалуйста, про колледж вы рассказываете? Ну, в принципе, рассказываю, но на текущий момент у нас программа бакалавриата и специалитета рассматриваются. До какого числа необходимо внести оплату на платное обучение? Уже говорил, до 29 августа у нас внесение оплаты, но я бы ориентировался условно на 26-е. Мало ли, какие-то задержки в банковских системах и не сразу придет оплата. Если же хотите скидку получить, то оплата должна быть до 3 августа. По каким критериям ставятся «да» в колонке высшие приоритеты среди всех? По конкурсным баллам. Кто по текущим конкурсным баллам, вне зависимости от наличия оригинала, представленного в ВУЗ, проходит на данное направление? Так, ссылки я сейчас не буду искать, предоставлять в чатик. Напишите на почту, контакты прямо сейчас на экране, вам ссылочку, конечно же, направят. Если коллеги сейчас в чатике не поделятся, соответственно, с этой информацией сможете ознакомиться. Потому что если я сейчас буду лезть в наш справочник, искать необходимую нормативную документацию, то это просто займет время. 22-23. 22-го будет работать с 10.00 до 15.00. 23-го, нет, это воскресенье, это у нас не рабочий день. По грантам, где можно посмотреть правила и информацию. Приемная комиссия, прием.мира.ру, раздел об университете, вкладка гранты на обучение. Если меньше 275, то общежитие предоставляется на конкурсной основе. Регистрировался в личном кабинете МИРА, есть Олимпиада и список РСОЖ, БУИ не заявлял, 100 баллов не засчитали. Регистрировался 4-го июля в приемной комиссии, говорят, что проверяется 3 дня, но 3 дня уже прошло. Так, давайте сейчас посмотрим по календарику. Ну вот у нас 3-го, 4-го просто огромнейшее количество заявлений было принято, поэтому допускаю, что просто еще ваши заявления не обработали. Подождите еще какое-то время, не знаю, рекомендую, может быть, в следующую среду написать письмо в приемную комиссию, если к этому моменту ваши индивидуальные достижения не будут обработаны. На текущий момент пока что бить тревогу рано, не переживайте. Диплом в СОЖ должен соответствовать предмету по специальности? Да. Сколько людям не хватило места в общежитии в прошлом году? К сожалению, нет у меня такой статистики. Где жить, если не попал в общежитие? Но тут эту ситуацию уже каждый для себя решает самостоятельно. РТУ МИРА предлагает определенный перечень решений. Есть, скажем так, сейчас прямо сходу скажу, опять-таки, прием.мира.ру об университете, размещение иногородних разделов. И там у нас есть варианты размещения альтернативные. Можно посмотреть и общежития других вузов, и аренды, и система Call Life. Также знаю то, что после зачисления уже зачисленные, да, уже студенты организуют беседы в ВК, где ищут себе подруг или друзей, с которыми вместе будут снимать комнаты, квартиры для проживания. Ну, это достаточно стандартная ситуация на самом-то деле. Как распределяются места в общежитиях, если не хватило места в текущем году? В следующем году в приоритете люди, которые не получили общежитие, или они участвуют в общем конкурсе по баллам. Ежегодно выделяется отдельная квота мест для первокурсников. И отдельные места для, скажем так, вторая, третья и четверокурсников. Соответственно, для первокурсников отдельная квота. Все остальные места, если освобождаются, то на них уже претендуют все остальные курсы. Так. Ура, 13 минут разрыв. Сокращаю дистанцию. Какие конкурсы проводятся в МИРА, к которым можно набрать до баллов? Ух, вот это вы, конечно, спросили. Огромнейшее количество мероприятий. Заходите на сайт приемной комиссии, заходите в ГИД по Олимпиадам и смотрите те мероприятия, которые проводятся в рамках нашего вуза. Мероприятий много, устно про них рассказывать сейчас займет очень много времени. Если количество баллов меньше проходного балла ЕГЭ, можно ли подать на платное обучение? Если меньше проходного балла ЕГЭ, то, к сожалению, нельзя. Я отдельно показывал вкладочку с минимальными баллами. Давайте я, отвечая на этот вопрос сейчас, отдельно эти баллы продемонстрирую. Вот они сейчас на экране указаны. Соответственно, если вот этот минимальный балл не набран, то даже на платное подать документы нельзя, к сожалению. Скажите, пожалуйста, если поступить на солевое обучение в МИРА, сколько лет необходимо проработать будет в МИРА? Три года, это стандартное значение. Запись в МИРА будет? Все спрашивают про запись. Запись, конечно же, будет. Я очень надеюсь, что вы сейчас тоже в записи что-то смотрите и получаете ответы на интересующие вас вопросы. Скажите, пожалуйста, если есть право на поступление бы вы в один из вузов, которые не являются приоритетом, возможно ли подача заявлений на поступление в этот вуз указать право бы вы, а потом, в зависимости от анализа и аранжирования списков, решить, подавать ли в вуз аттестат для поступления с правом бы вы или участвовать в других конкурсах, в том числе и в другие вузы по общему конкурсу. Сложный вопрос. Надеюсь, я правильно вас понял. Вы самостоятельно выбираете, в какие вузы и как подать заявление, самостоятельно определяете, на какие направления вы подаете заявление, самостоятельно определяете приоритеты этих направлений в вузах. Далее, вы самостоятельно определяете, в какой ВУЗ вы заявляете право на поступление в БВИ. Вы можете заявить право на БВИ только в один ВУЗ на одно направление в рамках приемной кампании. Соответственно, это ваше решение будет, вы сами говорите, куда вы хотите в БВИ поступить. В несколько ВУЗов в БВИ поступать нет такой возможности. В случае чего отказаться от БВИ можно и подать БВИ в другой ВУЗ. Это, опять-таки, ваше решение. Но это один ВУЗ, одно направление. Учитывается ли диплом Олимпиады для получения 100 баллов к предмету Олимпиады по нескольким направлениям поступления, в том числе в разные ВУЗы? Если правильно понял вопрос, то да, учитывается, если вы набрали по данному уступительному испытанию не менее 75 баллов. Скажите, пожалуйста, если оригинал совсем отнесен в другой ВУЗ и не пройденный бюджет, можно ли будет прийти к вам на платное обучение? Да, можно, но уже без, получается, скидки. Так, 8 минут разрыв. Ух, если я подал оригинал документов на определенное направление, означает ли это, что я выбываю из конкурса по всем другим направлениям? Вы подаете оригинал в ВУЗ. Оригинал, скажем так, влияет на все ваши направления в заявлении. Могу ли я поменять направление после сдачи оригиналов документа? Можете отозвать заявление, поменять перечень направлений и подать заново заявление. Так, для получения скидки необходимо заключить договор на платное обучение или оплатить его тоже. Подать заявление, заключить договор и оплатить до 3 августа. Просто, если вы планируете на платное, то оплатить можно платное обучение до 29 августа, но там уже без скидки, если, конечно, вы не соответствуете определенным льготным категориям. Нужно ли ввести договор на платное в Москву, если подавал через госуслуги или скан можно отправить? Если вы подаете через ЕБГУ, то и взаимодействуйте, по сути, через почту, даже в рамках платного обучения. Там отдельно пишите интересующий вас вопрос на оплатособакамира.ру, и там вас уже полностью проконсультируют, как договор подписывать и что с этим договором делать дальше. Рекомендацию касательно замены на порядковый номер я услышал, но тут опять-таки зависит от того, как настроена система. Это может потребовать очень, скажем так, мощных технических вложений для того, чтобы сейчас систему переделать, чтобы реализовать в том виде, в котором вы предлагаете. Так, вы некорректно понимаете систему приоритетов. Это вот ответ на вопрос Руслана. Я тут уже последние актуальные сообщения читаю. Вы подаете заявление. Заявление вы указываете до пяти направлений. Эти пять направлений вы ранжируете по приоритетам. Первый приоритет, куда больше всего хотите поступить. Второй чуть поменьше, третий еще меньше и так далее. Пятое, куда хотите, но меньше всего. Вы не можете проходить на все пять направлений одновременно. Почему? Ну, потому что вот так работает система приоритетов. Вы подаете заявление, пять направлений и оригинал. Оригинал действует на все направления в заявлении. Сначала вы рассматриваетесь по первому приоритету. Проходите по баллам на первый приоритет. зачисляетесь на первый приоритет не проходите значит вас вытесняют на второй приоритет и вы рассматриваетесь на зачисление на втором приоритете проходите зачисляетесь не проходите рассматриваетесь по третьему по четвертому пятому и так далее если вас вытеснили со всех приоритетов значит вы не зачисляетесь вовсе вот так работает система приоритета на все сразу вы не рассматриваетесь по очереди, в соответствии с выставленными приоритетами. Здравствуйте, подали документы через госуслуги, пришла информация, что аттестат с отличием подтвержден в Федеральном реестре, сведения о документах об образовании этой является подтверждением ИД или нужно что-то еще. Если через ЕПГУ, то да, соответственно, мы получим эту вашу информацию как об аттестате с отличием, в случае чего с вами свяжутся для того, чтобы уточнить у вас эту информацию. До какого числа можно менять приоритеты? До 25 числа. Можно поменять направление обучения во время обучения. Можно, если вы обучаетесь на бюджете, то только в том случае, если на том направлении будет вакантное бюджетное место. В таком случае, да, вы сможете перевестись на другое бюджетное место. Так, чат. Я дошел до конца. Прямо сейчас я переключаюсь на вкладочку «Вопросы». Там счетчик показывает 85 вопросов. Сейчас я по всем пройдусь, посмотрю, на какие ответили, на какие не ответили мои коллеги. Если есть неотвеченные вопросы, то, соответственно, отвечу на них. Так, это ответили. Очень много говорю, но о выдохе прям уже все. Воздуха не хватает. Сейчас как раз почитаю вопросы и переведу дыхание. Не мог бы мирать сделать программу для сравнения специальностей, как сравнение товаров, предмет количества часов. На самом деле, очень интересное предложение. Я думаю, даже его на обсуждение отдельно, на повесточку на какую-нибудь поставлю, потому что действительно есть в этом смысл. Попробуем реализовать. Но сходу, к сожалению, обещать такого не могу. То есть разве что к следующему году. Если 253 шансы на получение общежития, если на химические направления есть, отвечал на этот вопрос уже. Так, ну тут не понял. То есть вопрос в отрыве от контекста. Какие сроки можно заключить договор на целевую с РТУ Мира? До 10-го заявка, с 1-го по 15-е собеседование. После 15-го будет заключение договора. Соответственно, отдельно с вами свяжутся и сроки вам обозначить, если вы пройдете конкурс. Можно ли заключить договор без оригинала? Скажем так, заключить договор можно. Скидку получить нельзя. Для использования специальной скидки нужно заключать договор до 3-го августа. Смотрите, в зависимости от категории скидки разные даты. В первую очередь мы смотрим на 3-е августа. Если вы относитесь к категориям, сейчас даже перечислю к каким. Если вы относитесь к категориям абитуриенцев из многодетной семьи, сирот и лиц, оставшихся без попечительства родителей, или инвалиды, то, соответственно, у вас может быть дедлайн 29-е августа. Если вы относитесь ко всем остальным категориям, или хотите просто скидку за ранее заключение договора, то в таком случае для вас дедлайн 3-е августа. Можно подать документы через госуслуги, или лучше приехать? На ваше усмотрение, способы подачи документов равнозначные. Если мы сейчас заключаем договор на платное обучение, при этом нажав галочку о подаче оригинала аттестатом на госуслугах, как мы сможем дальше участвовать в конкурсе на бюджетное место? Второй раз, разве можно оригинал аттестата подать на ЕПГУ? Смотрите, ну, во-первых, на платное не нужен оригинал. Ну, вот просто глобально. Для зачисления на платное оригинал не требуется, можно поступить по копии. Это первое. Второе. Если вы подали через ЕПГУ и поставили галочку о предоставлении в наш вуз оригинала, то значит мы у себя видим то, что вы нам оригинал предоставили. И, соответственно, можно заключить договор на платное. Это второе. А третье. Опять-таки, заключение договора на платное и участие в конкурсе на бюджет – это несвязанные вещи. Они могут проходить параллельно. Так, дальше смотрю. Ответили, ответили. Ага. Номер онлайн-заявления, который написан на сайте, соответствует четырем последним цифрам номера заявления на госуслугах. Ох, интересный вопрос вы задали. Сходу я даже не отвечу на него сейчас. Лучше задайте этот вопрос на почту. Я отдельно посмотрю и отвечу. Потому что сейчас вот сбили меня, если честно. Не готов ответить на такой вопрос. Все то, что это такая техническая часть. Нужно залезть и посмотреть. Есть ли между этими номерами соответствие? Добрый день. У меня стоит второй приоритет. Что это значит? Я оплатил и подал оригинал? Не понимаю вопроса. Если вы оплатили обучение и подали оригинал, значит, вы рассматриваете зачисление на платную основе. Если вы рассматриваете зачисление на платной основе, то в таком случае вы, в принципе, можете быть зачислены по своему первому приоритету. И зачислены вы будете по тому направлению, по которому у вас заключен договор и сформирована оплата. Если же при этом вы отдельно подавали заявление на бюджет, и у вас на бюджете среди ваших направлений указан второй приоритет, это значит, что вы проходите по конкурсу на текущий момент по своему второму приоритету. Это если я правильно понял ваш вопрос. Как узнать, что я прошел по общему конкурсу? Глобально посмотреть списки зачисленных 5 числа. Если вы зачислены, значит, вы прошли по общему конкурсу. А вот как уже оценить свою конкурсную ситуацию, тут уже сложнее. Как я уже объяснял, стоит осматривать столбец высший приоритет, это ВП все и ВП по оригиналам. По оригиналам это значит высший приоритет по тем, кто сдал оригинал и, соответственно, рассматривается к зачислению на текущий момент на выбранные направления. Если вы видите у себя значение «Да» в столбце ВП по оригиналам, значит, на текущий момент, по текущей ситуации вы проходите. Но эта ситуация может измениться, если перед вами в списке больше людей сдадут оригинал. Если количество баллов меньше проходного балла ЕГЭ, можно ли подать на платное обучение? Отвечаю на этот вопрос, к сожалению, нет. Вот видите, сейчас слайд на экране. При подаче документов надо подавать оригиналы или сканы. Смотрите, если вы подаете документы, вы изначально подаете через личный кабинет абитуриента или через ЕПГУ. Верно, там, где нужно загрузить документы, вы не можете оригинал в принципе подать, вы в любом случае подаете сканы. Но вот оригинал документа об образовании вы задаете уже лично, то есть физический документ при очном посещении и ставите галочку в ЕПГУ при дистанционной подаче. Эти два способа, по сути, равносильны, то есть в зависимости от того, как вы хотите подать оригинал. Но стоит иметь в виду, если вы поставите галочку, а потом принесете куда-то оригинал физический, то физический оригинал будет весомее галочки в ЕПГУ. Здравствуйте, если без надевиновных достижений, у меня меньше 275 баллов, а с ними отвечал на этот вопрос. Здравствуйте, возможно, не получить общежитие с двумя 170 баллами и выше. Давайте еще раз подгляжу в свою галочку, 275 баллов и выше. В принципе, можно ли получить общежитие с двумя 170 баллами? Можно в рамках конкурсной ситуации. 270 баллов – это очень хороший балл, чтобы получить общежитие. Какие скидки есть и как их можно получить? Очень глобальный вопрос вы задаете. Давайте подскажу, где посмотреть. Приемная комиссия, сайт приемной комиссии, прием.мира.ру, раздел бакалавриат и специалитет, пункт платное обучение. В платном обучении вы увидите две категории скидок. Это базовая и специальная. Базовая – 10%, специальная – 20%. Это специальная скидка, это выпускники базовых школ, это выпускники колледжа нашего, выпускники детского технопарка и так далее и тому подобное. Базовая скидка – 10% все, кто заключил договор и оплатил его до 3 августа. И, соответственно, принес оригинал об обучении в нашу образовательную организацию. Это вот если коротко, а если подробнее, то, как я и сказал, посмотрите в соответствующем разделе. Подскажите, пожалуйста, я справа так отвечал на этот вопрос в чате, он тоже был. Просил не дублировать в чате и в вопросах одно и то же. Так, обучение по специальности 10.05.03 проходит на Страмынке. Сейчас посмотрим. Так, информационная безопасность, институт ИКБ. Да, обучение на Страмынке. Нужно ли ввести договор на платное в Москву, если подал через госуслуги? С вами свяжутся с почтой оплата собакамира.ру и, соответственно, вы общаетесь с коллегами нашими по этой почте. И, соответственно, им же отправляете скам. Да, уже ответил, я вот не долистал до вашего ответа, что вы уже ответили. Так, для получения гранта учитывается только баллы ЕГЭ или баллы в сумме с индивидуальными достижениями. Ну, давайте тоже смотреть. Учитывается сумма конкурсных баллов, то есть ЕГЭ плюс индивидуальные достижения. Так, диплом Олимпиады тоже отвечал на этот вопрос. Для иногородних также конкурс по баллам. К сожалению, да, количество мест ограничено, а иногородних может быть сильно больше, чем количество мест. Если вы подали документы на бюджет, но вас на бюджет не взяли, то нет, документы автоматически на платные не переходят. На платные необходимо подать отдельное заявление. Так, этот я на вопрос тоже ответил. Какие конкурсы проводятся в Мира? Отвечал. Так, отвечал. 28 июля, прием оригиналов для приоритетного этапа до 12.00, начало работы приемной комиссии. Также в 10.00, возможно, пока что не обещаю, начнем раньше принимать. Начнем с 9.00, для того, чтобы вам было комфортнее. Следите за информацией на сайте. Так, меня не ответили. Если мы сейчас заключаем договор на платное обучение, при этом нажав галочку о подаче оригинала на госуслугах, как мы можем участвовать в конкурсе на бюджетное место? Ответил на этот вопрос чуть выше. Я же рассказывал. Если вы отметили галочку о подаче оригинала в ЕПБУ, значит, система видит то, что оригинал у нас. То есть, вот, собственно, и все. На платное можно и очно точно так же подать документы через личный кабинет абитуриента. Мы галочки о ЕПБУ о предоставлении оригинала документа видим у себя. Расскажите, пожалуйста, еще раз, как смотреть приоритеты, какой список есть шанс попасть. Ну, вот в какой список есть шанс попасть, не могу сказать. Зависит все от ваших баллов, зависит все от выбранных вами направлений, зависит все от конкурсной ситуации. Как смотреть приоритеты? Но, опять-таки, вы выбираете до пяти направлений, ранжируете их по приоритетам от одного до пяти. Соответственно, первый приоритет, куда больше всего хотите поступить, последующие меньше, меньше и меньше. Рассматривайтесь, исходя из суммы ваших конкурсных баллов. Чем больше ваши баллы, тем выше шанс рассматриваться к зачислению. В принципе, оценивается конкурсная ситуация с помощью столбцов ВП все и ВП по оригиналам. Высший приоритет все – это, соответственно, высший приоритет среди всех заявлений. ВП с оригиналами – это высший приоритет среди только тех, кто подал оригиналы. Высший приоритет – значение «да» обозначает то, что текущий конкурсный список среди тех, на которые вы подали заявление, у вас является тем направлением, на которое вы на текущий момент рассматриваетесь к зачислению. То есть смотрите одно из своих направлений, конкурсный список, видите ВП столбец, видите значение «да», значит, прямо сейчас вы рассматриваетесь к зачислению. Если видите пустую ячейку, значит, не рассматриваетесь к зачислению. по текущей конкурсной ситуации. После бакалавриата можно идти работать или в магистратуру, правильно? Можно или идти работать, или в магистратуру. Выбор за вами. На специалитете либо работать, либо в аспирантуру. Опять-таки, выбор за вами. Можно ли после 25 июля отказаться от права ВВИ, если указанное право, вы указаны в заявлении при поступлении и участвовать в общем конкурсе? Смотрите, вы отдельно подаете заявление и заявление указываете право ВВИ. После 25 заявления переподать уже не будет возможности. Соответственно, лучше решайте до 25 числа, куда хотите заявиться без вступительных испытаний. Еще не поздно подавать заявку на целевое обучение к компаниям, которые сотрудничают мира. Смотрите непосредственно перечень предприятий. У нас на сайте также есть раздел, посвященный этому. Поэтому, соответственно, каждая компания свои сроки выставляет. Кто-то до 10 числа принимает заявление, например, РТУ мира. Кто-то уже закончил прием заявок. Поэтому тут зависит от предприятия, которое вас интересует. Так, добрый день. Скажите, есть ли дополнительные баллы за спортивные достижения? К сожалению, за спортивные достижения мы дополнительных баллов не выдаем. Так, так, так. ЦФО. ЦФО это у нас что? Смотрим. Первое место за победу в турнире Московской области или ЦФО. Тут, опять-таки, тут зависит не область, а зависит от того, какое мероприятие и каким этапом является эта победа. Если это региональный этап считается, то даем. Если не региональный этап, то не даем. Зависит от мероприятия, зависит от занятого места. Очень много факторов. Про какой столбец ВП вы говорите? Столбец примечания. Списки подавших документы там на бюджет. Подавших документы на бюджет. Там есть два столбца. ВП все и ВП по оригиналам. Номер снился, уникальный номер, приоритет, наличие подданников, подданников в общежитии. Так, давайте сейчас проверим. Нет, все верно. Вот я смотрю, приоритет, потом ВП все, ВП по оригиналу. Вы, возможно, смотрите перечень на платное. На платное нет смысла оценивать высшие приоритеты, потому что вы в любом случае пройдете на свой первый приоритет. Ссылку, давайте поделюсь с вами ссылкой. Абсолютно не проблема. Вот в ответ прикрепляю. Выбираете любое направление по общему конкурсу, например. Нажимаете справа текущий конкурс и смотрите. Вопрос заданный в чате, не в вкладке «Вопросы» будет рассмотрен. Да, конечно, все рассматриваю. Я же не могу одновременно две вкладочки рассматривать. Я сначала ответил на все в чате, потом ответил на все вопросы. Надеюсь, что на все вопросы. На вкладочке «Вопросы». И теперь перейду снова к чатам. Сейчас я убежусь, что все вопросы помечены отвеченными. И вернусь к чатику. Это у нас тут только в одной вкладке. Так, вот я, кстати, один вопрос, получается, проморгал. Сколько мест выделено в общежитии на направлении. На направлении отдельно места не выделяются. Как можно отслеживать, попадаю ли в общежитие? Очень сложно по конкурсным спискам исключительно по потребности в общежитиях среди тех, кто рассматривается к зачислению. Как далеко находится общежитие от учебных корпусов на вышеперечисленных направлениях? Тут лучше смотреть, в принципе, по карте расположения всех общежитий, распределение по общежитиям может быть в случайном порядке. Если привязка общежития к факультету, по большей части, нет. Если направление, на которое точно дает общежитие, нет таких направлений, как получение общежития зависит от балла. 275 баллов и выше, конкурсных баллов гарантированное получение. Если химические направления, то 250 баллов и выше. Так, листаю дальше вкладочку «Вопросы». Что еще не отвечено? Сколько обычно времени обрабатывается заявление? В каком случае следует связываться лично? От трех до пяти дней, мне кажется, на текущий момент у нас идет обработка заявлений. Можно ли продублировать заявление на специальности через личный кабинет абитуриента МИРА, если уже подал через госуслуги? Очень прошу, не дублируйте ни в коем случае заявление. Это абсолютно бессмысленная для вас трата времени. Все способы подачи документов равнозначны, а два заявления одинаковых подать вы не можете. Подали через ГИПГУ, ждите обработки. Вот, собственно, единственный верный способ подачи документов. Как-то я очень много вопросов пропустил, еще пять неотвеченных. На один ВУЗ можно подать на бюджет пять специальностей. В эти пять специальностей включаются ли специальности на платное обучение, или их можно добавить сверху. Пять направлений на бюджет и на платное. По-моему, я уже говорил об этом. Здравствуйте, вероятность поступает 1.03.02, у меня 271 балл. Есть ли вероятность остаться без общежития? Ну, скажем так, есть, но не очень большая. С каким наименьшим баллом в 2022 году предоставлялось общежитие? Нет у меня, к сожалению, такой статистики. Подробнее, исходя из этого же, ответить, к сожалению, тоже не могу, потому что статистику не ввел. Можно ли дублировать заявление на сайте ВУЗа и госуслугах? Чем это чревато? Тем, что вы потратите время на заведение заявления, вы будете ждать и волноваться, что ваше заявление долго обрабатывают, а в итоге ваше заявление, скорее всего, отклонят, потому что это дублирование заявления от одного и того же абитуриента. Выберите какой-нибудь один способ для подачи заявлений. Насколько проходные баллы на бюджет изменились с прошлого года в среднем? Нельзя пока что оценить этот момент. В сентябре сможем уже этот вопрос обсудить. На текущий момент конкурсная ситуация в самом разгаре, меняется ежедневно, поэтому минимальные баллы неизвестны. Где-то еще один неотвеченный вопрос должен быть. Возможно, в самом конце. Ага, вижу. На него я уже отвечал, видимо, галочку не поставил. Ура! Вкладочка «Вопросы». Все вопросы отвечены. Переходим обратно к чату. Так, на каком моменте я перестал отвечать в чате? Ох, надо теперь вспомнить. Сейчас прошу подождать. Так, это отвечал. Это отвечал. Это отвечал тоже. Так, это коллеги ответили. Можно ли подать документ на платное и на бесплатное направление? Можно, даже параллельно. Если подождут документы через госуслуги, то оригинал тоже подается через госуслуги. Так, и не увидел ответ на свой вопрос. Прием на целевой общий конкурс. Если прошли на целевое, то на общий конкурс будем участвовать. Что нужно сделать, чтобы участвовать в общем конкурсе? Уже отвечал 100% на этот вопрос. Если вы прошли по целевому, то вы уже зачислены на бюджет. Если вы уже зачислены на бюджет, то вы не имеете права быть повторно зачисленным на бюджет в рамках общего конкурса. Соответственно, до зачисления на бюджет по целевому определитесь, хотите ли вы быть зачисленными на целевое или нет. Если вы хотите испытать свою удачу в рамках общего конкурса, то в таком случае отзывайте заявление по целевому. Так, что такое ВП высший приоритет рассказывал? Причем буквально минут 5 назад. Когда появится запись встречи. Я думаю, как только запись закончится, какое-то время на обработку и после этого выложат. Максимум, мне кажется, в понедельник. Как посмотреть вопросы и ответы? Вижу только вопросы, заданные с 12.49. Ответы послушать в записи, потому что я голосом на все вопросы отвечал. Если подаешь документы через госуслуги, оригинал только через госуслуги, или же можно приехать в приемную комиссию? Можно, конечно, и в приемную комиссию, но если вы подавали документы через госуслуги, проще в госуслугах нажать галочку о предоставлении оригинала. Оригинала. Прийти и сказать, я не хочу быть зачисленным на 29, я забираю документы. Но это как бы некрасивая ситуация, нехорошая. Поэтому определиться стоит вообще желательно до 25 числа, чтобы иметь возможность повлиять, в принципе, на свое заявление. Потому что все заявления на бюджет подаются до 25 числа. Этоматический вертикаль плюс рассматривается ли как индивидуальное достижение? Давайте я быстренько попробую глянуть в документах. Отдельно за математическую вертикаль, как таковую, баллы со индивидуального достижения не начисляются. Пожалуйста, повторите, как проверить поступление оплаты за обучение. Связываться по почте оплата собакамира.ру. Самый надежный способ. Если у вас подано заявление в рамках общего конкурса, то да. Но опять-таки я рекомендую вам озаботиться с этим вопросом заранее. Желательно все изменения в ваше заявление вносить до 25 числа, чтобы не было никаких, потом, ни к кому вопросов. Целевое обучение – это большая ответственность. Вы действительно имеете возможность участвовать в конкурсе на отдельные места. Вы действительно имеете преимущество перед другими обучающимися, точнее, перед другими абитуриентами. Но при этом вы возлагаете на себя обязательство закончить определенное направление и отработать в определенной организации. Даже если вам не понравится направление, даже если вам не понравится организация. Поэтому думайте заранее. 25 числа фиксируется финальное количество поданных заявлений, а дальше меняется конкурсная ситуация в зависимости от количества поданных оригиналов. Оригиналы могут быть поданы до 28 числа включительно, если мы рассматриваем приоритетный этап зачисления, и до 3 числа включительно, если мы рассматриваем общий этап. Знак ГТО отвечал уже на вопрос, может быть и золотой, и серебряный, и бронзовый за каждое свое количество баллов. От 2 до 3 баллов. Итак, друзья, вопросы дублируются. Отвечаю уже на одни и те же вопросы по кругу. Я призываю вас, если у вас возникли какие-то вопросы, то первое – это ознакомиться с записью данного собрания, когда оно будет выложено. Запись в любом случае будет выложена. Я на огромнейшее количество вопросов уже ответил. Я полтора часа отвечаю уже на вопросы, и мне кажется, ваши, скажем так, конкуренты задали вопросы все, какие только можно было. И в записи будут все необходимые вам ответы. Если вдруг, если вдруг не будет ответов на интересующие вас вопросы, то вы всегда можете связаться с приемной комиссией по контактам, которые сейчас указаны на экране. Я же, так как вижу, что вопросы закончились, и в чатике пусто, и во вкладочке «Вопросы пусто», ура, я считаю, что справился с задачей, как минимум на все вопросы ответил. Я с вами прощаюсь, желаю вам удачного поступления, желаю вам определиться с направлением, подать документы на то направление, на которое вы хотели бы, и получить свое желанное бюджетное место, с удовольствием обучаться, и даже в будущем с удовольствием закончить обучение. Меньше вам нервотрепки и больше вам нервов. Хорошего вам дня, хороших уроков.